Друзья мои, для нас действительно есть честь, и сегодня у нас в гостях очень хороший человек. Вы его знаете, вы его видели, и я хочу сказать, что вы его сегодня тоже увидите. Чем не смеется? Да, вы его сегодня увидите. Это действительно, я бы сказал, человек-легенда. Это, может, первый раз кто-то из вас будет слышать свидетельство, если Богу будет угодно, то Отец Сергий расскажет. Действительно, это жизненный путь, жизненный путь веры. И для нас есть такая великая честь сегодня вместе с вами, знаете, утешиться этой общей верой, утвердиться. Может, для тебя что-то подчеркнуть, услышать, принять и взять. И я передаю микрофон этому прекрасному человеку, который является архиепископом Православной Реформаторской Церкви, Отцу Сергею. Давайте мы поблагодарим Бога за него. Дедушка, слава тебе, и слава тебе, и слава тебе. Аминь. Слава Богу. Да, можно славить. Спасибо. Богу слава. И вам спасибо, друзья, за то, что пришли на этот семинар. Сегодня, завтра и послезавтра, три вечера я буду говорить на тему историю христианства. Уроки из истории христианства. Так назову эти три вечера я. Уроки из истории христианской церкви. Уроки из истории христианства. И, как вы обратили внимание, сегодняшние занятия наши пишутся, и завтра, и послезавтра планируют все писать. И также, я не против, если кто-то будет на технофон писать. И, более того, информация, которая будет записана, вся для выставлено, даст Бог это все в сетях. Потому как этот семинар, он открыт для всех абсолютно. И христиане разных динаминаций, конфессий, мессианские евреи. Все нам, думаю, очень важно знать свою историю. Нашу с вами историю. Историю церкви. И скажу, что история христианства, это моя любимая тема, вообще история. Я люблю с детства историю. Со школьной скамьи и даже до школьной скамьи. И я всегда любил историю, сколько всех помню. Любил слушать историю, любил читать. И даже когда в школе раздавали учебники на следующий учебный год, то я в первых, буквально день-два, проглатывал именно первым учебник по истории. На будущий год. И это было мое хобби. Но когда через Писание я стал пересматривать всю историю, она стала в тысячу раз интереснее вообще. Потому что если через Библию, историю смотреть, то, знаете ли, она видна не просто глазами историка или историков каких-то, а она видна глазами Бога самого, Создателя нашего. И это прекрасно. И я хотел бы даже ответить на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы какие-то, я думаю, кто-то уже слышал семинары мои по истории христианства. Кто слышал, смотрел мои семинары по истории церкви, истории христианства? Не многие, но видели, некоторые смотрели, слышали. Те, кто, может быть, интересовались этой темой, и у вас есть какие-то дополнительные вопросы, или вам требуется какое-то разъяснение, не стесняйтесь. Я здесь, чтобы служить вам. Я здесь, чтобы сегодня ответить на ваши вопросы и помочь вам. Давайте вместе на самом деле проставим Господа. Потому как изучать историю церкви, это, я убежден, на все сто, это воля Бога. Потому как Господь Бог, вдохновляя писателей Библии, вдохновляя пророков писать Библию, Он вдохновил писать и книги исторические. Не только пророчества, не только, допустим, поэтические писания, но и также исторические писания. И в Ветхом, и в Новом Заветах. Значит, Бог хочет, чтобы мы видели историю Его глазами. И это воля Божия, что мы собрали здесь. Слава Богу! И я посниму клубок, с вашего позволения. Это я начал вступление в клубок и как епископ официально, как бы так. И как архиепископ Украинской реформатовской православной церкви, я выступаю, конечно, вы понимаете, за реформацию церкви православной и вообще за реформацию христианства. Потому как я не отделяю, допустим, свою деноминацию от всего тела Христова. Я не считаю, что православие является, значит, всем телом Христа. Потому что во Христе Иисусе сегодня мы видим очень много разных церквей, очень много разных деноминаций. Но для всех нас утешительным являются слова Иисуса. У Матфея записано 16 глава 18 стих. Сказано, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. У Бога одна церковь, у Бога одна община, у Бога один народ. Знаете, друзья? И это радует. И за три вечера очень сложно будет нам 2000 лет этих осмотреть. Но я буду стараться давать именно уроки из истории церкви, уроки из истории христианства. Какие-то главные темы истории церкви. Сегодня нам, христианам 21-го столетия, порой приходится очень тяжело в чем-то. Тяжело, допустим, порой объяснить для себя, откуда, допустим, сегодня в церкви христианской, неважно какой там, православной, католической, протестантской церкви, откуда те или иные традиции, откуда появились многие праздники, многие обычаи, предания, которые порой не противоречат Слову Божьему, а порой прямо противоположны Божьему постановлению. И история церкви помогает нам разобраться в этом всем. Истина Божьего Слова, как написано в Евангелии от Иоанна 8.32. Истина Божьего Слова, да? Истина делает нас свободными. И познайте истину, и истинность делает нас свободными. И я убежден, что правда историческая, правдивый взгляд на историю, он помогает нам тоже разобраться во многих вещах. Правда нас освобождает на самом деле. И истина сегодня нас делает свободными. Истина Божьего Слова и правда историческая поможет нам. Мне, как, опять-таки, я буду по ходу сегодня, завтра, послезавтра немного свидетельствовать. Буду рассказывать немного о том, что Бог сделал в моей жизни. Это тоже, я думаю, очень правильно. Если у вас вопросы есть, пишите записочки и подавайте их наперед, наверное. Хорошо, пастору Миксу, допустим, вперед подавайте. И я буду ориентироваться просто. Если им будет много, допустим, то я буду больше времени для этого выделить. А если их будет мало, то, значит, мало. Так вот, и мое свидетельство. Почему я сам преподаю эту тему? Почему я говорю об этом часто? В церквях и не в церквях, в школах библейских. Потому что когда-то я был священником традиционной православной церкви. И служил в православном храме я Богу, как я понимал это, как был научен. С 88-го года начался мой трудовой стаж в русской православной церкви. Я тогда руководил хором. Читал, пел на пиросе. Ну, как в группу прославления. Как в протестантской церкви, как называется она. И мне это очень нравилось, служение. Я помогал священнику. И я обучался. Я учился. И мне было очень интересно узнавать догматику церкви православной. Мне очень интересно было узнавать многое, что было в православии, в древнем православии, в современном православии. Ближайших нам по времени. И я делал какие-то выводы. Были у меня вопросы. Я с ним обращался к священнику, к своему духовному тогда моему наставнику, отцу, который нервно снял на него вопросы. И все бы хорошо. В общем-то, я жаловался, что называется. Я влился в служение очень, скажу так, на все сто. И в 91-м году в Рязани меня руполагали в священники. Уже я сам стал священником. Вначале служил в соборе. В конце 91-го года, сразу после, как союз безбожный рухнул, я работал одним из священников. Служил там. В Борисомбепском соборе города Рязани. В кафедральном соборе. А затем был направлен на приход. Мой первый приход, где я был настоятелем. Это было как раз ноябрь, месяц 91-го года. И с того времени я трудился в Рязанской области как настоятель храма. А потом послужил в Брянской области. Ну, это вкратце. И скажу, что для меня, как для традиционалиста тогда, традиционного русского православного священника, были вопросы определенные. Но я был уже в такой религиозной системе. В религиозной колее. И в те времена, в те годы моего служения, я, кстати, даже не мог себе представить, даже в самом страшном сне, что я буду общаться с протестантами, там, или с католиками, или с христианскими. Я был очень далек от таких представлений. Я считал, что моя религиозология была очень проста. Церковь – это православная русская церковь. А все остальные, даже, там, какие-то, возможно, там, киевские патриархаты, там, или прочее, это все, как бы, очипенцы, сектанты, раскольники. Тем более, там, католики, или тем паче, там, протестанты, допустим, да. Но, как бы, я общался с ими православных, и как-то не получалось у меня даже, да, я не хотел, не горел желанием общаться с протестантами, тем более. Но, вот так получилось, что я пересекся с некоторыми протестантами, с некоторыми братьями, с Иваном, с Иоаном, с Иоаном. Вначале, конечно, я бы не решал на этих людей. Мне сейчас немного стыдно даже вспоминать, что это было в моей жизни. Я говорил, у вас свой Бог, у нас свой Бог. У вас своя вера, у нас своя вера. И вообще, ничего общего не может быть между нами. И, знаете, когда мне одна женщина говорила, вот, вы говорите, батюшка, что секта это все. А меня там Бог исцелил, говорит. И она рассказала, там были, были как раз следители этого разговора нашего, мужики с этой фабрики технических картонов, называется Пролетарий. И эта женщина, она рассказывала и мне, и вот, получается, те мужики тоже слушали, рабочие. И она говорила, что вот, ну, она была такой грешницей, как бы, значит, там, и, значит, потом заболела тяжело. И по монастырям, по источникам, по мощам, и, значит, ну, пришла еще худшее состояние лишь, как бы, умирала. И вот, вы говорите, вот, секта, а меня там Бог исцелил, привели меня туда, и вот я теперь живая, здоровая. И вот она благовествует, там, о Христе, говорит что-то людям. Я думаю, ну, надо же, как же так? Почему же ей у нас не полегчало-то? Почему же в секте у нее такое исцеление-то? И я сказала ей так, женщина, говорю, знаете, это вас, говорю, дьявол исцелил. Она пока никуда не наумевала. Я говорю, да-да, это вас дьявол исцелил. И все, говорю, лучше бы вообще умерли. Вас не может было хотя бы там отпевать, там, и молиться за упокой. Но теперь все, уже ни дна не покрышена, что называется. Пропала душа. И, знаете, женщина расстроилась, конечно, но потом прошло время, через несколько месяцев, так получилось, я начал как раз в это время очень активно общаться с разными протестантами. И читать Писание, вразумляться через это. И, знаете ли, мышление мое поменялось. Слава Богу. Истина Божьего Слова стала менять меня. И я стал общаться с разными пастырями, служителями. И однажды попал на домашнюю группу, где вот эта женщина была лидером домашней группы. Представляете? Я не знал этого. Я просто заинтересовался, что же там у них на домашках этих проходит, о которых они говорят. И я пришел в ту домашнюю группу, где я дома знал, и мне было легко. Так вот, и я пришел туда, и эта женщина была там, значит, и, понимаете ли, я там получил освобождение. На этой домашней группе. В конце этой группы, когда молились люди друг за друга, а я просто сказал, что я забираю свои слова обратно. Я сказал и той женщине, и всем присутствующим, что я теперь уже точно знаю, что это не дьявол ее исцелил. Кто же мне, я думаю, ее за язык придергал, такие вещи говорит там на проходной. Я сказал, что это точно Бог исцелил ее. Потому что, говорю, почему? По плодам их узнаете их. Какому дьяволу выгодно, чтобы больная была здоровой? Чтобы вчерашняя грешница, значит, сегодня говорила об Иисусе Христе. Какой бест вам заинтересован в том, чтобы люди любили Иисуса Христа и говорили о его любви другим людям. Знаете ли, это никакой дьявол не заинтересован в этом. Спасибо. И скажу, что когда я свои слова забрал обратно, когда я покаялся в этом, скажу, получил от многих этих заблуждений своих освобождений. И получал дальше. И скажу, что второе, что первое, мне помогло как раз чтение Божьего Слова, истинно Божьего Слова. Общение с братьями, которых я, в общем-то, за братьев-то еще не читал, но помогло мне это. Потому что если мы ходим во свете и имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа приходит в движение. Сверхиестественно начинается движение крови Иисуса Христа в нашей судьбе, в судьбе у других людей. Это очень важно. Но важнейшее условие, чтобы мы не просто имели общение, а чтобы искали истину, чтобы искали Бога, ходили во свете Божьего Слова. И в моей жизни это было, и поэтому кровь Иисуса пришла в движение тогда, в этом общении, и я получал освобождение. Третье, что помогло мне, это помогло внимательный пересмотр истории христианства и всего того, что я знал за эти годы, моей православной теологии традиционной, через призму Слова Божьего. Это мне очень в жизни помогло. Помогло как? Практически. Я очень хочу, чтобы эта тема сегодня, завтра и послезавтра была практической такой темой. Рабочей. Поэтому, если узнаете где-то себя, то просто доверяйте Богу, и говорите, Бог, пожалуйста, прости меня, Бог, пожалуйста, очисти меня во имя Иисуса Христа. Если вы будете, я буду говорить о некоторых заблуждениях сегодня, о некоторых ересях, если вы где-то будете узнавать себя, то не откладывая даже в долгий ящик, можете прямо Богу, да что надо? Наше сердце. Просто скажите, Бог, пожалуйста, прости меня. Я узнал, это неправильно было в моей жизни. Я отвлекаюсь от этого во имя Иисуса. И, знаете ли, Господь, Он готов простить сейчас каждого из нас. Его крови достаточно пролуга, пролуга на Голдовском кресте, чтобы исцелить, простить всех нас, слава Иисусу. И ни в ком этом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного людям, нам всем, которым отлежал бы нам спастись. Только Иисус Христос. Аминь. И, господа, братья и сестры, я хочу на чем внимания акцентировать. Как практически помогло мне изучение христианства, истории церкви, через Слово Божьего, освободиться от неправильных вещей. К примеру, моя молитвенная жизнь была, по сути, жизнью многобожника. Де-факто. Я молился, кому я только не молился. Трудно даже, как бы, сейчас список это составить. Это был бы огромный список, честно говоря. Разность святых. И я молился, ну, конечно, большую часть моего времени молитвенного, как личного, индивидуального, так и церковного, расписанного церковью. Это было обращение к Марии, матери Иисуса Христа, Богородице, я назвал ее Царицей Небесной, Владычицей. И молился, как и миллионы других православных христиан, обманутых многовековой религиозно-ложной пропагандой. Я молился, по-русски звучит так молитва это. Не имеем мы иной помощи, не имеем мы иной надежды, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тобой хвалимся, Твои мы и сарабы, да не постадимся. Я каждый день читал эту молитву и другие, десятки других молитв, и в этом ничего абсолютно дурного не видел. Я считал, искренне считал, Бог свидетель, что эта молитва, она для меня очень важна. Это молитва к матери, которая не только матерь Христа, Иисуса, но также и моя матерь, матерь всем верующим. Я так верил, я был убежден в этом. Так был оставлен я, да, спасибо, спасибо. И я, в общем-то, я так и учил людей, которые обращались ко мне. Так, извините. И когда, допустим, люди обращались и говорили, вот кому помолиться мне по какой нужде, я чаще всего говорил людям то, что сам практиковал. Я говорил, вот молитесь, Богородица, молитесь, Солите Небесный, молитесь, там, такой-то иконе, такой-то иконе, Господне, Матери, Богородице. И, в общем-то, наверное, половина всех моих молитв, практической жизни моей, христианской, это было вращение к Богородице. Иисусу Христу отходилась довольно скромная роль в моей молитвенной жизни, практической. Очень незначительная роль. Хотя, конечно же, были молитвы, и в любом молитвословии они есть, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и все вместе, сразу, вся Святая Троица. Есть акафисты хорошие, некоторые из них я до сих пор читаю с большим удовольствием. Допустим, акафист Иисусу Сладчайшему, запись которого у меня всегда на ноутбуке, и часто я включаю его, значит, послушать. И сам читаю, акафист «Простя к Христовому» у нас тоже есть и на сайте нашей церкви. То есть, есть хорошие такие песнопения, обращения к Богу прекрасные. Но, знаете ли, к сожалению, вот эти жемчужинки в навозе человеческих и демонических учений, к сожалению, эти драгоценности, знаете ли, они попали в совершенно непреклядное такое место. И реформация, это не выдумывание чего-то нового даже, это возвращение к хорошо забытому старому, к основаниям. Господа, позвольте, люди, Кальмин, Звингли, другие реформаторы 16-го столетия, они что, выдумали что-то новое? Они взяли, что и дописали что-то в Библию? Ни в коем разе. Они не дописали, они взяли и это реанимировали как бы, они возродили, это стали поднимать это. И это принесло облегчение многим душам, принесло спасение миллионам тогда европейцев и дало толчок для Великой Реформации. И вот уже 5 столетий, без малого 5 столетий продолжающейся постепенной реформации мирового христианства. Слава Иисусу Христу, друзья мои! И, господа, сегодня скажу что, я Богу благодарен за то, что вот пересмотр истории церкви глазами Писания через Библию помогло мне освободиться от этого многобожия. Помогло мне освободиться, и сегодня я молюсь только лишь Богу. Просыпаясь утром, я не ломаю, как раньше был, ну не то, что ломал Богу, но часто бывало, задавал вопрос такой, кому же я помолюсь сегодня? Да, были подсказки, наводки, были на каждый день определенные святые, были какие-то особо почитаемые мною или моей женою нашими знакомыми, друзьями, святые в наших епархиях, допустим, в Рязанской и, значит, в Брянской, а до того, в Орловской и Московской епархии, где я работал, как раз вычитал и делал на Клюресе, в этих четырех епархиях были свои местечки, мы святые какие-то, допустим, почитаемые, и я к ним тоже молился. И получилось совершенно никак. Я просто узнал, что изначально это не наше учение, это не христианское учение. Оно пришло в христианство на определенном этапе, что первые христиане первых столетий не молились никому помимо Господа. И когда я узнавал эти моменты, как приходило через некоторые столетия после начала истории Церкви, как приходили те или иные задлуждения, как, допустим, начинали в пятом столетии молиться Марии, Матери Иисуса и другим святым, умершим, наивно полагая, что они дополнительные, как бы, поспорья, ходатые, помимо одного Иисуса Христа еще. И еще, друзья мои, у меня просто вопросов больше не было. Я понял, что это не для меня, это не мое. И это позволило однажды мне отречься. И я говорил такие молитвы, я говорил, что Бог Святой говорил, Отец Небесный, во имя Иисуса я отрекаюсь от молитв Богородицы, другим умершим святым или ангелом, как дополнительным посредником, помимо единого и неповторимого посредника, первого священника, который есть Иисус Христос. Я говорил такие молитвы и получал освобождение внутри. Знаете ли, однажды, в 97-м уже году, я так размышлял над тем, я вышел из МПЦ в 96-м году. Вышел совершенно без всякого, знаете ли, огорчения, как бы, будем так говорить, без конфликта. Не было внешнего такого конфликта. Когда приехал благочинный, он сказал, что так вот так, ну, мой начальник, будем так говорить, священник, приехал и говорил, что так вот так вот, говорят, что ты хочешь уйти, а я говорю, да, это правда, говорят, я хочу уйти и оставить приход. А почему? Потому что просто по идейным соображениям я не могу продолжать свое служение, как прежде совершал его. Я раньше совершал и молился многим святым, не только в этом было дело, накопилось куча вопросов. За несколько месяцев у меня такая революция произошла внутри, в разуме моем. Я не мог уже, как прежде, крестить, допустим, младенцев. Я не мог уже это совершать, просто просто не могу. Ну, пару месяцев, может быть, примерно так, я, желающий крестить младенцев своих, я отсылал к соседнему священнику. Подбрасывал работу другому батюшке, отцу Владимиру. Тот был доволен, но, как бы, ухо навострил. Как же так? Что же он не крестит на младенцев? Значит, я говорю, ну, я хочу крестить с удовольствием, но взрослым. И я говорю людям о том, что нужно сделать выбор самим. Но хотя, да, я крестил первых двух своих детей, конечно, я крестил их. Но я созрел к тому времени, к тому же пришел, что понимание, что они-то еще и не крещеные по совести говорят. Когда они подрастут, им самим нужно принять будет решение, важнейшее решение в своей жизни. А почему я пришел к тому пониманию? Ну, во-первых, через Писание, а во-вторых, через изучение истории христианства. Я увидел из истории церкви однозначно, что это не христианское представление о крещении, педобаптизм, крещение младенцев, пришло извне. Пришло от политики, пришло с других источников, но это не наше изначально, не христианское вообще. И мне это помогло освободиться. Кстати, на моем приходе, где я служил тогда, в соседних деревнях, ну, относящихся к моему приходу, к моему селуночи, к моему храму, баптисты белорусские там раздавали трактаты какие-то, брошюрки. Ну, я их бросал в печку потом, потому что бабушки приносили мне, и говорили, вот что нам раздают. Я говорю, это все елесть, говорю, и не читайте, говорю, и все мне приносите, я вот, ну, надо печку топить. И вот, полил я их, значит, а потом, ну, некоторые прочитывал перед тем, как бросил в печь, ну, думаю, ну, а, посмотрю, о чем там пишут. Думаю, ну, как бы будет повод еще там для, может быть, сектоведения. И там написано было ЕХБ, значит, ну, я знал эти аббревиатуры, что ЕХБ, ну, я помню, по сектоведению еще в 1888 как раз приезжал там Генри Боровик, когда он ввел международную панораму, это было очень известно тогда, видите. Значит, и приезжали там другие какие-то специалисты, рассказывающие о разных там, допустим, антисоветских, как они говорили, вот именно, агентах мирового империализма, разваливающих нашу советскую родину, особенно баптисты-писядники. Но говорилось так, что баптисты, вот ЕХБ, это те, которые потихоньку с ума сходят. А вот ХБЕ, которые, писядники, это буйные. Ну, в принципе, диагноз один. Значит, но не все они такие, потому что говорило, что их лидеры, это все через одного лидера, завербованные ЦРУ и МОСАДом. Короче, и все они только мечтают увидеть падение нашей советской родины. Значит, и как бы, думаю, надо же, как таких земляносят вообще, думаю, значит, мы здесь, понимаешь, и строим коммунизм, значит, и семимильными шагами идем, значит, понимаете. Да, значит, и один из уроков был такой потрясающий моральный образ советского священника. И, да, вот именно так звучала эта тема, значит, и нам говорилось о том, каким должен быть советский священник. Как он должен также, значит, носить свою лепту в строительство светлого будущего, там и прочее. Ну, конечно, полинформация была обязательной и мало чем отличалась от того, что читалось на других вузах. Но скажу, что интересно. Когда я познакомился с ЕХБ, ХВЕ, разными верующими, я увидел, что, как бы, они не такие, как я представлял их. Не такие, как, ну, до меня донесли и как мне пересказывали, допустим. Ну, да, вот те баптисты трактат один раздавали, он мне запомнился. Самое интересное, я забыл многие другие трактаты, но этот запомнил на всю жизнь, наверное. Он назывался так, что Библия говорит о крещении младенцев. Думаю, о, надо же, неужели баптисты за разум телись? Наверное, как бы, ну, ближе к православию, как бы, каким-то боком, припеком. И вот, значит, и открываю этот, ну, буклетик, чистый лист, ну, мало ли, может, отпечаточка, мало ли. Я сам был редактором этой газеты, первой православной газеты областной Брянской области, значит, церковь называлась. И я понимал, что много бараков всякого бывает, значит, ну, мало ли. Закрываю, и написано буквами большими. Да, Библия ничего не говорит о крещении младенцев. А говорит о крещении сознательно верующих людей в Иисуса Христа, там, значит, все чин по чину, шаги принятия Иисуса Христа. И дальше, после молитвы покаяния, шла такая предписочка, что, дорогой друг, значит, мы тебя поздравляем, значит, с покаянием. Но, говорит, немедленно прими крещение войны Иисуса Христа, Господа наш, там, прочее, там. Я, знаете, кипел, мой разум, измущенный. Надо же, вот какие наглые, а. Я спалил, значит, этот буклет, но информация у меня попала уже чуть-чуть. Знаете ли, я задумался, другие забыл, а вот этот запомнил. Чистый язык. Это говорил паромолчание, громче всяких слов, говорит, позвольте, да? Заметите, да? Правильно ли это? Это очень серьезно. Когда Иисуса, помните, допрашивали. Если бы он опустился бы на их уровне, не говорил, ну, на таком уровне, как, дурак, сам дурак, значит, ну, и какой бы разговор произошел бы. Вообще никакой. Он просто стоял и ничего не отвечал. И это молчание говорило им, этим палачам, этим, значит, судям неправедно, громче всяких проповедей. Намного сильнее всяких проповедей. Слава Иисусу! Друзья мои, братья и сестры, я нечего сказать, что вот из истории христианства много интересного. Я вам как бы такое в сутре небольшое сделал сегодня, но думаю, это было правильным. Потому как я хотел поделиться немного и своим свидетельством. И походу буду кое-что рассказывать. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, пока это записочка только. Но передавайте наперед, пожалуйста, ваши записки. А, так. А, я понял. Хорошо, хорошо, спасибо. Да, значит, сделаем сейчас перерыв. Это было не вопрос, это было предложение сделать небольшой перерыв. Значит, я постараюсь после перерыва продолжить эту тему, как раз именно начать с первого периода истории церкви. Но скажу по занавесу этого первого урока, получается, что христианство первых трех столетий очень сильно отличалось от того, что было в истории церкви потом уже, после этих трех столетий. Знаете, чем? Что христианство первых трех столетий, наши старшие братья и сестры, они, знаете ли, получается, были более духовными, что ли? Получается, они не знали многих этих вещей, которых мы потом узнали, к сожалению. Христианство первых трех столетий, оно вероучительно оставалось на библейских позициях. Да, были отклонения, да, нельзя как бы идеализировать это время, тоже, безусловно, были разные люди, разные мнения и были ошибки, к сожалению, которые, знаете ли, не просто так Бог попустил христианство в четвертом веке начать смешиваться с язычеством. Не просто так Бог упустил, знаете ли, вот так вот, значит, попасть под гнет государственных структур, под цезарь и папизм. Это были тоже свои причины, конечно же, да. И я расскажу о некоторых из них. Кстати, многим с еврейским христианской общины, братьям и сестрам, будет интересно узнать, наверное, и не только, но и христианам других церквей, что одна из причин, на мой взгляд, почему Бог позволил прийти вот этим многим бедам в историю христианства, именно как раз антисемитизм. Как ни странно, но даже в период гонений, казалось бы, да, и в этот период, когда церковь вероучительно оставалась на библейских позициях, первые ростки этой заразы дали себе знать. И мы разберем на следующем уроке, как мы дошли до жизни такой, как получилось, все так вот получилось. Но, скажу сразу, что победа за нами, враг будет разгромлен, наше дело правое, потому что Иисус Господь. Мы знаем из Библии не только то, как начиналась история церкви. Да, мы знаем и как наша с вами история закончится. Мы знаем с вами, что победа за Господом Иисусом Христом. Мы знаем, что Господь грядет, и время начаться с Дома Божьего. Мы знаем, что Бог хочет видеть церковь святой, чистой, непорочной, имеющей по тайне, пороку или чего-либо подобного. И это не утопия. Это не просто вот такие красивые слова еврейского ровида, говорящего к язычникам. Нет, это Божья воля, это Божье слово. Слава Иисусу. Давайте мы сделаем перерыв и потом продолжим. Отец Александр давал когда-то. Хотя сам Отец Александр не вышел из РПЦ, он даже не дожил до падения Союза. Его убили в 90-м году, за год до того, как развалился этот безбожный Советский Союз, по-гречески атеистический. Ну, мне нравится по-русски, безбожный. Значит, и, так вот, когда Союз рухнул, многие заговорили о необходимости вот именно обновления церкви. И Борисов, отец Александра, я очень уважаю его и имел общение с ним сегодня. Скажу, что во многом не понимаю его позиции. Я не хочу судить брата. Он очень много потрудился. И я очень уважаю его труд. Но его супругу очень уважаю. И вообще эту семью Борисов очень уважаю. Но скажу, что, на мой взгляд, отец Александр Борисов смог бы гораздо больше сделать, если бы он поступил бы честно. Я считаю, что его позиция не совсем честная. Если бы он вышел из традиционного православия. Потому как ему и так не дают жизни. Не давали ему трудиться и раньше. И скажу, что он бы принес больше плода. Смог бы привезти больше гораздо плода. Кто-то, может, читал его книгу «Побелевшие мивы. Размышления о русской православной церкви». Мало кто-то читал. В сети она есть. В интернете ее можно встретить, эту книгу. Купить ее в печатном почти невозможно. Это очень редкая книга, небольшим тиражом. И при том, в согласии автора, большую часть тиража уничтожили, сожгли. И он сам, предпатриархом Алексеем Вторым, отрекся от этой книги. И публично заявил, что он отрекается от нее. Хотя он потом перед друзьями сделал заявление, что он был как галерея у галереи. Сказал все-таки после судилища, что все-таки она вертится. Но и сказал, что перед патриархом Алексеем стоял он с фигой в кармане. Но опять-таки эту фигу в кармане кто мог видеть? А его заявление было везде опубликовано. И это было большим позором для обновленческого движения, тогда только зарождающегося в начале 90-х. К сожалению, скажу так, по-ленински можно сказать на его поступок, шаг вперед, два шага назад. Он сделал большой шаг вперед, молодец, умница, но затем, к сожалению, сдался. Хотя, когда я спрашиваю, почему вы сделали это, это не секрет информации, он это повторял не раз уже перед другими людьми. И тем более, то, что он сказал мне, он сказал это при свидетелях многих. Он сказал, что, знаете, я хочу умереть своей смертью. И я не сужу его. Бог судя всем нам. И я не требую от него героического поступка, допустим, идти на бразуры. Он избрал свой путь, он сделал свое решение. Он принял свое решение. Хотя, возможно, и могло бы все по-другому. Я считаю, что Борисов, если бы он сделал шаг вперед все-таки, если бы у него жена более героическая женщина, скажу так, но если бы он сделал шаг вперед и пошел бы дальше, да, конечно же, ему угрожали, его семье угрожали. Патриарх Алексей Второй, знаете ли, это с ним только может Кирилл нынешний сравниться по уровню криминалитета, влияния на криминальный мир и политический мир. Конечно, это очень страшные люди, но, однако же, волков боятся в лес не ходить. Однако же, если бы я боялся, не потому что я такой безбашенный, я тоже боюсь. Я не трус, но я боюсь. И, знаете ли, не хочешь, чтобы посмертный орган награждали. И, конечно, некоторые меня батюшку встречают и говорят, «О, ты еще до сих пор живой год?» Странно. Тоже, конечно, скажу, не все было гладко. Думать, что все так просто. Раз взял, ушел и стал реформатором, обновленцем. Тоже столько раз и наезжали, и по-хорошему, и по-всякому. И вывозили, с автоматами приезжали, в масках. И было так, что я примерно полгода вообще не мог прийти в себя нормально, начать служение, дальше продолжить. Потому что после того стресса, когда... Ну, когда за мной приезжают с автоматами, значит, там, и когда не бились, сильно так, слегка так потолкали, но, как потом сказали, хотели попугать этого попа. Была для них, как бы, установка такая, что ли. Мне объяснил один милиционер, когда, что попугать приезжали они. Значит, но ничего конкретного, но однако же получилось у них попугать. Знаете ли, потом еще два раза так наставляли оружие. Значит, один приходил убивать, но он сказал так, что я должен убить тебя, но я не могу, говорит. Просто не могу. И положил, значит, оружие в сумку свою, значит, и быстрым шагом просто удалился. Знаете ли, и при том, я когда выглянул из окна, я вижу, он просто бежит просто, бегом. Такое ощущение, как будто за никуда догнался. Я даже посмотрел, на кого он испугался. Да неужели, милиционеры, что ли? Ну, первое, что у меня в голову пришло. Никого там не было вообще больше. У меня потом такая возникла, даже, ну, такое предположение, а не ангелов ли он увидел вообще? Потому что слишком как-то все очень было похоже на ДО. Но были разные моменты. И угрозы, и сейчас угрозы продолжаются. Думаю, сейчас стало лучше как-то. Вот, значит, как один говорил, замначальника ФСБ, значит, ну, ПКГБ, то же самое, как по другим соусам. В принципе, та же самая бессовщина. Значит, по Иркутской области, значит, сказал так, что мы здесь журавлевщины не допустим. Я не знал, что у них есть, в их кругах, есть такой термин журавлевщина. Представляете? Ну, да. А другой дядька тоже замначальника ФСБ, только другого края. Не скажу, какого. А там нет, надо еще ехать, скоро будет. Вот. В Иркутской не собираюсь в ближайшее время. А вот туда еще собираюсь. Значит, он сказал так, что, значит, при том на общение с некоторыми служителями, пастырями, то же самое сказал, что если журавлеву еще раз пригласите, то мы вас совершим здание. Здание церковного, которое являлось созданием еврейского института. Значит, и, в общем-то, этот дядька просто-напросто рассказал, как они это сделают. И пастыри поняли, что это все вполне, как будет законно. Беззаконие, законные, беззаконие, как бы. И, в общем-то, я сейчас говорю о том, что дело реформации, это порой очень сложное дело, на самом деле, да. И, вы думаете, я так взял и сразу решился, и сказал Богу, да, на то, чтобы делать то, что сейчас я делаю. Это было не так скоро. И только лишь в конце 2000 года, в 96-м я вышел, и только лишь в конце 2000 года начал свое служение, в котором сейчас я нахожусь. И последней каплей были откровения через Библию, читая Божье Слово, и в каждой книге Библии я вижу реформацию. Каждая моя молитва, по сути, и личная, индивидуально, особенно, заканчивалась именно молитвой за церковь. И были сны некоторые, были откровения через Слово Божье, я уже говорил, да, были пророчества, но последней каплей, которая переполнила вот это мое ведение, и я начал свое служение, это было ведение. Знаете ли, я видел только два раза в жизни ведение, вот так вот, как я его видел. То есть, не теряя картинки, вот того, что я вижу сейчас, физическими глазами, я видел, и первый, и второй раз, это было без всякой подготовки, я не был готов что-то увидеть, и меньше всего я думал о том, что я могу что-то увидеть вообще. Но это все я видел своими глазами, и больше того, даже слышал, во втором, по крайней мере, ведении, я слышал даже голос. В первом ничего не было такого сказано, но во втором я слышал голос. Первое ведение, это было еще в армии, советской армии, да, в карцере, я видел Иисуса. Значит, но второе ведение, это было, вот, как раз в конце 2000 года, когда Бог призвал меня, Он и раньше призвал, но в этом ведении я окончательно принял это решение, ну, уже даже испугался, уже не слушаться Бога, потому что голос тихо, но очень твердо сказал так, это было как будто мысль, но это не мысль моя была, это был твердый голос, тихий, но твердый, сказал, что если я не начну служение, это, то эти люди, которые были показаны там, они погибнут, а кровь их защищусь с тебя, Бог сказал. И после этого все, мои все сомнения рассеялись, и, знаете ли, я боюсь людей, но больше Бога боюсь. И, знаете ли, потому что, если, скажу так, кто говорит, что он не боится, то это, ну, неправильно, неправильно говорит. Я в этом убеждался много раз. Я разговаривал с разными людьми, которые воевали, и прочие, все говорили, и герои говорили, боимся. Но, есть разные реакции на этот страх. Мне очень нравится, когда Джон Нокс умер, да, Джон Нокс, то положили ученики камень на его надгробие, они написали примерно такие слова на этом камне, что под тем камнем покоится прав человека, который настолько боялся Бога, чтобы он больше в этой жизни ничего не боялся. Слава Иисусу Христу! Написано, совершенно любовь изгоняет всякий страх. Я не сужу тех, кто не встает в ряды сейчас обновленческой церкви, потому что это одно из самоназваний таких вот на нашей церкви, нашего движения, обновленческая церковь. И скажу, что почему не сужу, потому что очень небольшой шаг от геройства до подлости, очень небольшой шаг буквально от падения святости. И есть священники, которые говорили, да, они хотели идти тоже в реформацию, но потом получалось, говорили нет и забирали свои слова обратно. Один священник, что-то умерел сказал да, и он хотел перейти, и его поддержали люди в его приходе, они сказали, что поддерживают это решение перейти вместе с храмом в украинскую реформаторскую правоославную церковь, и они изучали несколько месяцев тезисы, материалы насчет нашей церкви, и пришли к тому, что стали единомышленниками нашими. Священник, он и раньше, но он научил людей, и люди двадцатка, или сколько там людей там основные поддержали его. И потом приехали священники с бандитами, они вывезли этого священника, били его, вначале били те, потом другие, и потом бросили его просто-просто в кувет и уехали. Они поломали ему голову, позвоночник повредили, несколько месяцев реанимации человек лежал, потом, придя в себя, он первое, что попросил, он попросил прощения, и сказал, что забирает свои слова обратно и возвращается в лоно традиционной украинской православной церкви, московской Талиархата, что передумал выходить, испугался, потому что сказали, что следующее будет его жена и его дети. И после того, этих месяцев реанимации, он принял решение остаться в традиционном православии. Не везде так, не везде бьют, но если бьют, так бьют, хорошо. И не везде оружие наставляют, но многие наши священники могут это рассказать, как и оружие наставляют на них, не только на меня одного, как вывозят, как угрожают, как приходят спецслужбы, СБУ, ФСБ, там разные, как в Белоруссии как бы приходят тоже, и как сегодня третируют наших священников. Поэтому те, кто остались в нашей команде, это считают герои, это считают те, которые на самом деле уже братья испытанные. И фактически всех наших священников пытаются перевербовать, предлагают приходы, быть в Русской Православной Церкви, допустим, Московской Патриархаты, иметь храмы, церковные дома предлагают. Пожалуйста, только откажись, только отрекись. И я вижу, что сегодня на карту поставлено очень много судьбы миллионов людей. Потому что если реформация православия произойдет, только представьте, что может произойти дальше. Если священники, если тысячи священников православных, независимо, Московского, Киевского, Терриархата, неважно каких, если будут указывать на Иисуса Христа, если будут указывать людям своим, прихожанам своим, не на Матерь Господа, не на других умерших святых, не на ангелов, а на Иисуса Господа, и будут говорить правду, не полуправду, а правду, что ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, который надежал бы нам спастись. У меня есть мечта, и как вот говорил великий американский реформатор Мартин Лютер Кинг, этот чернокожий марктистский пастор, он в своей знаменитой речи так и говорил, много раз повторяю, у меня есть мечта, у меня есть мечта, и знаете ли, у каждого верующего есть своя мечта какая-то определенная, да и у неверующих тоже полно мечты разной, но знаете ли, мечтаний, но наше мечтание не должно быть такой религиозной маниловщиной, знаете ли, представлять себе, воображать себе, фантазировать, и вот думать, вот когда-нибудь это все произойдет, знаете, по щучьему велению, по моему хотению, однажды это все как бы само собой образуется, и кривая наша вырулит туда, ни в коем разе, ничего не будет, если бы 5 столетий назад Лютер так бы и думал, то поныне бы в Европе сжигали бы ведьм, сжигали бы еретиков и инакомыслящих преследований на костраках, до сих пор бы дурдом совершался бы то, что совершался тогда, 5 столетий назад, ничего бы не изменилось, если бы некоторые люди не начали что-то делать, и Бог, я верю, Он благословит, скажу, что когда ранее, вот к примеру, полимессианская община, думаю, это многим понятно будет, понятнее будет даже, если бы ранее полимессионисты, они так же бы и думали, вот глядя в небо, вот однажды будет что-то, само собой, однажды вот по щучьему велению образуется Израиль, из ниоткуда, и однажды мы будем там жить свободными, ничего бы не изменилось, если бы они начали что-то делать конкретное, не предпринимать каких-то шагов, до сих пор бы, значит, там ничего не было бы, и не было бы декларации, независимости Израиля, образования государства, ничего не совершилось бы абсолютно, поэтому Бог благоставляет нас, но нет, Он выполняет свою сторону, да, работы, мы должны выполнять свою сторону работы, и мы должны принять, на самом деле, от Бога что-то сегодня, я убежден в этом, и по большому счету враг, он может сделать что-то с нашим телом, но не сможет никогда, значит, сделать что-то с нами вообще, потому что, если мы верующие, если мы христиане, если мы мессианские евреи, если мы христиане разных церквей, мы должны понимать, что есть Господь, и Он власть и на душу, и на тело наше, слава Иисусу, и почему Бог придает еще смелости, потому что Духом Святым Он открывает кое-что, и скажу, что вот у, к примеру, у Мартина Литеркинга была мечта, он мечтал увидеть Америку, где и черные, и белые вместе будут славить Бога, и будут жить свободными, да, у него была мечта, определенная, которую он воплощал в жизни, и когда было тяжело, и летели в него и камни, там и прочее, и полиция арестовывала, и было непонимание, многие бастыри вертели у виска, и говорили, ничего не получится, вообще сумасшедший ты, то этот человек, он пошел против вот этой волны, пофигизма такого, знаете ли, и что получилось? Получилось, что Бог благоставил. Когда ему было тяжело, Бог дал ему слова, такие песню, мы эту песню поем, так перепразировав, переведя на русский язык, ее поют в разных церквях, мы поем тоже эту песню, одно время, наше единственное священие, как и от Евгения, он ее так вот стал внедрять в церковное служение, и мы так вот стали ее часто петь, там слова такие есть. Силою от Бога, верою от Бога, мы преодолеем все в сердце Твоем, вера сильна, с Ним преодолеем все. Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, с Ним преодолеем все. В сердце моем вера сильна, с Ним преодолеем все. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Дорогие друзья, братья и сестры, давайте нырнем в историю христианства, вглубь столетий, чтобы нам сегодня взять что-то драгоценно для себя, какую-то драгоценную информацию, которая поможет нам самим не попасться на удочку врага, больше того, которая поможет нам помогать другим людям, которые попались уже. Знаете ли, есть возможность сказать нам то, что написано было в писаниях еще, в книге Псалмов, что сеть расторгнута, и мы избавились. Кто же расторгает эту сеть, друзья мои? Мы с вами, Бог дает нам Слово Свое, которым расторгает эта сеть, разрывается эта сеть, и мы братьев, пленных, им их освобождаем, приносим им свободу, славу Иисусу. Друзья мои, и по порядку, как я уже говорил на том занятии, что история христианства однозначно показывает кое-что, что христиане, да, телефон можно включать, кстати, в Назарете, в мессианской синагоге, там, научили, такой молитвы меня интересной, там, Леон Мазин как раз, да, был, он помолился, взял телефон, и говорит, давайте помолимся, я так, надо же, тоже взял телефон, ну, мало ли, здесь, в Израиле, вы же привыкли удивляться разным чудесам, может быть здесь без ромингов, связь какая-то такая, с Богом сразу, я не знаю, и, значит, помолимся ли он такой молитвой, благословен Бог наш, давший на мобильную связь, и поменевший ее отключать во время служения, и все нажали, вау, мне так понравилось, эта молитва простая, я приехал в Киев, когда, к себе в церковь, и я как раз, вначале, братья, давайте достанем телефоны, и помолимся, началось с этого служения нашего, да, господа, так вот, и история церкви нам говорит однозначно, что первые христиане никому не молились помимо Господа, просто-напросто нет никаких оснований считать по-другому, потому что все источники, что сохранились до наших дней, рассказывающие об истории ранней церкви, все однозначно указывают, что в те времена, первые три столетия, молились только лишь Богу, не молились ни Матери Иисуса, ни другим умершим святым и ангелам, больше того, только вдумайтесь, еще столетие, четвертое столетие, четвертое столетие, когда церковь была уже свободной, церковь, большинство церквей христианских вышли из-под поля, легализовалось, проходили вселенские соборы, строились тысячи церквей, больших и малых, десятки тысяч, можно так сказать даже, от Великобритании до Ирана и Ирака, от чуть не Скандинавии и до африканских этих колоний, множество церквей, тысячи и тысячи церквей были построены, больших и малых зданий, но ни в одной из этих церквей на протяжении целых 100 лет еще не молились никому другому помимо Господа. Это очень веский аргумент, знаете ли? Потому как, если говорить про первых три столетия, то очень мало у нас информации, очень мало источников, но о четвертом столетии очень много информации, много источников, но ни в одном из них нет даже намека на то, что можно молиться кому-то еще, никому и в ум не приходило, ни капотокийцам, ни кому-то еще, ни римлянам, молиться кому-то еще. Когда же появилась эта зараза? Когда же появилось многобожье в христианстве? Как оно пришло? Я уже говорил, что толчком к этому послужил антисемитизм. Церковь к тому времени совершила очень страшный грех, оторвавшись от своих еврейских, библейских корней. Прочитывая Библию глазами язычника, церковь увидела все, ну, многое увидела неправильно в Библии. Потому как Библия писалась евреями, писалась еврейскими пророками, и в отрыве от еврейской традиции, от еврейской системы толкований, объяснений, культуры, многие тексты писания были непонятными, или малопонятными, или понятными по-другому совершенно, порой диаметрально противоположно. Это, к сожалению, было в четвертом столетии хоть отбавляй. И толчком к отделению от еврейства, от отмежевания от еврейства, послужило несколько таких, ну, происшествий, что ли. Наверное, самое известное, что могу сегодня вспомнить, чтобы вы запомнили, где-то зафиксировали, записали. Это событие, которое было еще во втором столетии. Папа Римский Виктор, епископ Рима, будем так говорить, епископ Римский Виктор, и малоазиатские епископы, спор по поводу празднования Пасхи. Дело в том, что на Западе непосредственно епископ Виктор предлагал совершать праздник Песоха, праздник Пасхи, не в одно время севериями, а в другое время. Не 14-го дни сана, а праздновать раньше, или позже, но не севериями. Ни в коем праздник. Ну, конкретно шла речь о том, чтобы позже праздновать. Но малазиатские епископы, они рассудили и заявили, что они не подчиняются этому совершенно небосновному заявлению и приказанию даже римского служителя, потому что они заявили следующее, что сколько мы помним себя, наши отцы и основатели апостолы непосредственно все совершали празднование 14-го дни сана и никто, знаете ли, особо как бы и не переживал по поводу этому. Ни Господь наш, ни апостолы, ни последующие еще целых сто лет христиане не меняли время празднования Пасхи. Зачем оно делать вот такое, знаете ли, такой разрыв? Но римские служители непосредственно заявляли о том, что нам, христианам, надо оторваться от еврейских вот этих традиций. И если мы будем в разное время праздновать с евреями Пасху, то это будет уже как бы таким сигналом для властей, что мы не евреи, евреи не мы, и вообще как бы у нас другое все. Как бы и тем более, что особо ортодоксально традиционно евреи не жаловали христианской церкви. И вот будет как бы у нас такой развод, что называется. Мы как говорится, развод, оденьте форточку. Все, мы разошлись, расстались, и даже у нас праздники теперь по-другому празднуются. В разное время. Ну как, не нужно по-другому, в разное время. Но большинство христианской церкви, конечно же, не приняло эти новшества, и они по-прежнему 14-го праздновали праздновали время празднования Пасхи, Пасхи. И инициатива Рима осталась как бы его инициативой. В общем-то, были такие мнения, которые победили, что давайте, чтобы не было споров, братья, оставим как есть. Кто хочет праздновать по библейскому календарю, как Бог сказал, празднуйте. А кто хочет, как Папа сказал, римский, как епископы предложили западные, то пусть они празднуют в свое время. В конце концов, так рассудили большинство епископов, что из этого не будем делать скандала, и ради мира церковного спокойствия давайте оставим все как есть. Кто хочет так, кто хочет так. И знаете, это было лиха беда начала. Это было лишь началом большой ссоры. Потому что буквально уже в начале 4-го столетия, когда Константин Великий взял образы правления в церкви, он на этом сыграл. Потому что он понимал, что очень многие христиане инфицированы вот этим антисемитизмом. И они из кожи лезут вон доказать, хотят, что мы не евреи, евреи не мы. И даже евреи, обращенные евреи, служители хотели быть еще большими антисемитами, кстати. Показывая, что мы не евреи, мы оторваны от традиции еврейской. И это было большой проблемой для ранней церкви христианской. Константин сыграл на этих настроениях. И он не ошибся. Он поставил на самого такого паршивая коня, но тот пришел первым. Почему? Потому что Константин позаботился иметь управление в церкви. Называется это цезарепапизмом. Если интересно, вам можете зафиксировать, записать это. Слышали такое название? Термин такой цезарепапизм. Цезарь это император, как бы власть. Папос это духовная власть, светская и духовная власть. цезарепапизмом называется система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью. А церковь становится послушным орудием в руках сильных мир и сего. Вот такое есть определение. Цезарепапизм это система взаимоотношений церкви и государства. И не важно императорская, допустим, в России или президентская форма управления, диктатор какой, неважно, здесь великий князь, допустим. Смысл тот же, что светский правитель, руководитель или же руководители берут на себя образные правления в церкви. Это старо как мир. Императоры Рима еще до Константина Задолго, Цезарь Юрий и другие заявляли, что они являются и верховными понтельками божеств. Жрец верховный и император два в одном. И светская и религиозная власть. Боги, которые приходили ложные этим в Рим, допустим, метроизм, бог Митра, покорил очень многих римлян. И когда это была маленькая религия и малоизвестная в Риме, то как бы власть особо на нее внимания не обращали. Но когда у нее появилось много последователей, когда метроизм стал по количеству как бы почитателей, как бы, поклонников очень популярной в Риме религии в Римской империи, тогда власти зашевелились, император провозгласил себя верховным жрецом и того же самого Митры, чтобы не вызывать никакой там ни нажить никакой оппозиции, не дай Бог, и чтобы вся власть была в его руках. Константин то же самое сделал с христианством. Христианство, вы скажете, но ведь христианство было малоизвестной религией, гонимой Римом, да, но не малоизвестной, а известной. И больше того скажу, Рим боялся христиан, Рим боялся официального христианства. И когда христианство в конце третьего, начало четвертого столетия распространилось весьма широко, оказалось, что в городах до 10% населения это христиане. Это довольно большой процент, тем более это были активные, с активной позицией верующие. Тертулиан, другие апологеты того времени писали примерно следующее, что потом Лениане использовалось советскими мифотворцами, что все религии и философии этого мира, они пытались этот мир объяснять, а мы, христиане, пришли этот мир менять. Представьте себе какое сильное заявление. Больше того, христиане не шли на переговоры, не шли на компромиссы с другими религиозными структурами, не сидели за круглым столом с нечестивцами и заявляли, что ничего общего у них нет ни с метроизмом, ни с какими другими религиями, что боги народов это истлошь. Христианство было очень революционным, потому как рушило барьеры между рабами и свободными. В том обществе это было революцией. Если мы сейчас живем в обществе, где нет рабов, ну, крепостное право на Руси больше станет уже отменено. Рабство в России отменили в конце 19-го столетия, а до того были крепостные рабы. У нас правда называлось это крепостное право? Ну, довольно интересно, рабство называлось право. Право быть рабом, родиться рабом и умереть рабом. Довольно интересное право. Но, как бы, хрен, редьки не слаще. Говорю так, это одного полия ягодка, как бы ни называло все это. Это было рабство. Было рабство, и хозяин, допустим, в обществе рабовладельческом. Он имел полную власть, он не был просто лишь рабочим, он не был крестьянином обычным, он не имел никаких прав, он был собственностью хозяина. Человек, мы сейчас говорим, да, что мы имеем права человека. Откуда они, позвольте сказать? Если не от Бога, то от кого же? И когда Декларация независимости Америки начиналась словами «Мы народ пред Богом, мы люди от Бога», как могли это написать, если бы не Бог всемогущий? Кто дал нам эти права? Сегодня многие говорят о врожденных правах человека, ерунда. Без Бога у нас нет обоснований свободному обществу, свободному миру вообще. Нет основы, фундамента для реальной свободы в обществе. Джордж Вашингтон говорил, что свобода это очень хрупкий дар, самый хрупкий дар. Но дар чей? Бога? Человеку. Но в том обществе рабовладельческом было не так. Человек мог в любой момент потерять свои права человеческие. Все. К примеру, ты задолжал банку, ты задолжал банку-то еще, и тебя продают в рабство, и ты раб. Хозяин тебя убивал, и ему ничего не было за это. Он как будто бы разбил свою вазу, допустим, да? Это его собственность, это его право. И это ужасная вещь. Но христианство чем отличалось? Что во Христе Иисусе не было ни раба, ни свободного. Во Христе Иисусе новое творение. Это пропагандировалось, в это верили, и на собрании были как и рабы, так и свободные вместе, в одном собрании, к одной чаше приходили, одного Господа исповедовали, и это рушило стереотипы римского мышления. Ну и много других, я не буду сейчас внимания на этом акцентировать, это очень большая тема, но скажу, что Константин, ему нужен был электорат, и ему нужны были люди, тем более религия, христианство как религия была уже чрезвычайно представлена по всей империи. И он сыграл на этом. К сожалению, мы видим, что небезуспешно. Цезарь папизм стал заразой, которая пришла в христианство. Больше того, именно через цезарь папизм в христианство пришли самые основные ереси, заблуждения. Тот же самый педобаптизм, крещение младенцев. Думаете, это богослово взяли и однажды увидели в Библии то, что они видели первых 300-400 лет. Ни в коем разе. Это был ярко выраженный политический заказ на государственное христианство, на государственных христиан, которые уже с пеленок были бы государственными христианами и верно подданными христианской империей. Это был ярко выраженный политический заказ. И богослово вдруг увидели, как бы, в Библии то, чего там нет, стали сейчас между строк, и увидели то, что не видели первых 300-400 лет христианин. И фиговым листом своих вот этих богословств, а не философии, стали объяснять, вот, мол, где Эврика. Мы увидели это в Библии, что и детишек крестить надо. И младенцев стали говорить, вот, крестилась такая-то есть дом, а в доме были и дети, значит, и детей тоже крестили апостолы. Ну, просто это забыли, как бы, ерунда все это на постном масле. На самом деле, ничего, никакого нет обоснования у этой ереси. Одно лишь есть объяснение, цезарепопизм государство взяло правление в церкви. И больше того, другие ереси, многобожие, металопоклонство. Сегодня много уроков мы возьмем из истории христианства, очень таких назидательных, но касательно цезарепопизма скажу, что сегодня очень трудно, даже еще труднее, наверное, чем тем христианам, сегодняшним лидерам церкви, лидерам христианской мира, как мы еще говорим порой, сохранить этот баланс Христов баланс Цезарю Кесарева, Кесарю Кесарева, да, а Богу Божьем. Сегодня на самом деле это мужество, большое мужество не прогнуться и не прогнуться перед высокими и не возгордиться перед низкими, да, это очень большое искусство и не всем оно под силу, не все пастыри могут это сделать, к сожалению, мы это видим и сейчас даже, когда христианство в нашем обществе современном есть прогибы, конкретные прогибы под власть, мы должны молиться за наших пастырей, за лидеров христианства, какие есть сейчас. Конечно же, очень сложно говорить о реформации в этом отношении, допустим, в РПЦ. я люблю церковь, с которой я вышел, но я благоставляю ее, молюсь, но при всем при этом я понимаю, что начиная с самого начала этой структуры организации во время Второй мировой войны просто-напросто внедрялись конкретные агентуры НТВД, КГБ и, в общем-то, я думаю, информация для многих это не секретная информация, для многих из вас это все публикуется и есть много материалов, особенно после 1991 года, после развала Безбожного Союза, когда комиссия депутатов во главе с Львом Пономаревым, народным депутатом России, много очень материалов опубликовала вестники Российского парламента, Госдумы, и эти материалы, они подлинные, оригинальные, с грифами совершенно секретные и против фактов не поспоришь, это не то, что там кто-то что-то придумал или рассказал неправильно, это все материалы слубянки, которые тогда смогли рассекретить и многие чекисты до сих пор репу чешут свою чекистскую, как же мы так проворонили вообще этот период, я, кстати, с Львом Пономаревым лично общался на эту тему, как же так получилось, он говорит, мы даже не знаем как, это вообще чудо, просто эти вчерашние диссиденты, группы депутатов, я вам тайно расскажу, это не тайно тоже, опять-таки, но это интересно, порой от случая столько много зависит вообще, они просто по-наглому, просто нахрапом пошли на Лубянку, не имея на то никаких полномочий даже, вообще, просто пошли, как народы-избранники, а там такое творилось, генералы бегают, чемоданы пакуют, мало ли что, а то, короче, там оврал на этой Лубянке, и они какой-то там подошли к какой-то двери и говорят, мы прям ломились по-наглому с этими корочками, мы народы-избранники, там, как бы, пускать, не пускать, и они вести были там, кричали, кричали, и какая-то там уборщица, какая-то баба Маня, что ли, подошла, значит, ну, в чем скандал, как бы, вот мы депутаты, бабушка, откройте нам, значит, архивы, и я, а, что-то нет проблем, как бы, и они поняли, это случай, нельзя пускать, они ломанулись туда, сидели там, пока у них просто уже, ну, голод и жажда не вынудили их от уйти, больше никто не пускал туда, значит, но все, что они смогли раскопать, все это опубликовано было в вестниках Госдумы, значит, это были потрясающие материалы, очень сильные материалы, разоблачающие демоническую стучность Советской империи, зла, который рухнул тогда, многие из этих фактов до сих пор малоизвестны многим, очень русскоязычным, к сожалению, англоязычному миру они больше известны эти материалы, значит, у нас очень мало кто интересуется почему-то такими подробностями, но, касательно истории христианства, там было очень много фактов, ну, просто сногсшибающих, я, может, только расскажу даже потом. Хорошо, господа, скажу, что, дорогие братья и сестры, из истории церкви, через цезаревопизм, через рабскую зависимость от государственных структур пришло много ересей, поэтому нам, сегодняшним верующим, очень важно молиться, я подытожу, за то, чтобы церковь сегодня, сегодняшнего 21-го столетия баланс держала такой власти и Кесарево, а Богу Божьему, и когда, допустим, сильные века сего, толстые кошельки, политики наглые, могут заявлять, церковь должна сделать то-то и то-то, то и противоречащие слову Божьему, то церковь должна иметь в лице своих лидеров твердость, достаточно сказать, что позвольте справедливо ли перед Богом восхождать больше, нежели Бога. Так сделали первые апостолы, да, они нажили себе кучу проблем, но они пред Богом оказались чисты, и Бог поколебал то место, и Бог пришел и благоставил церковь свою, но если не так, если идти путем компромисса, то можно много проблем нажить пред Богом. И, господа, скажу, что из истории христианства пример такой, когда пришла ересь многобожия в историю церкви, я так называю многобожие, потому что по сути, де-факто, это многобожие, когда христианин молится кому-то еще помимо Господа, по сути, это многобожие, потому что многие умерших святых или ангелов наделяют божескими свойствами все присутствие, все ведения, и больше того, пытаются похитить власть Иисуса Христа. Написано в первом послании к Тимофею, 2-5, первое послание к Тимофею, 2-я глава, 5-й стих, написано, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек, Христос и Иисус, предавший себя, написано дальше, для искупления всех. И это не отдельно вырывно из Писания в текст. Дело в том, что вся Библия Нового Завета, особенно послание к евреям, говорит нам однозначно о том, что лишь Иисус Христос является первосвященником, ходатаем Нового Завета, Он является тем, кто со своей кровью вошел во Святое Святых, в реальное. Если в то, Кадош, Кадошем, Святое Святых заходили лишь первосвященники велики, заходили раз в году, с жертвой, и не было гарантии, что эта жертва будет принята Богом, то великий наш священник, первосвященник, Иешуа Машиа, Он вошел в реальное небо, самое небо, чтобы за всех, за нас предстоять предалицом Бога. И Его кровь и сегодня за нас принесенная, скажу так, сегодня принесена за нас, и Его молитва 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, непрестанная, 2000 лет продолжающаяся его ходатайственная молитва, она сделала возможным то, что сегодня возможно. Спасение миллионов грешников, разных наций, разных культур, возможным стало то, что исполнилось в Писании, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Иисусу, друзья мои, и ни в коем этом нет спасения. Это подчеркивали апостолы первые, это подчеркивали сегодняшние христиане, 21-го столетия. Ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Слова Иисуса вспомним. Уж куда далее? Слова самого Мессии. Он сказал, записано у Иоанна 14-й глава, 6-й стих, написано, «Я есть путь, истина и жизнь». И дальше он подчеркивает, что и никто не приходит к Отцу, как только лишь через него, через Иисуса Христа. И эти прописанные истины, понятные первым верующим и понятные первым четырехстолетиям христианам, к сожалению, в дальнейшем стали подвергаться сомнениям. Где эта еле зародилась? Точно, очень трудно определить. Но, по всей вероятности, 99% что эта еле зародилась в Африке, вероятнее всего, это была нынешняя Сомали, Эфиопия, также частично Египет. Вот в этом регионе, северо-восток Африки, зародилось это учение. Возможно, что это была Эфиопия? Возможно. Но, не буду точно говорить, скажу проще, вот северо-восток Африки, где эта еле зародилась? Впервые в истории христианства, где заговорили о том, что можно, мол, молиться кому-то еще, помимо Господа. Это было в четвертом столетии. В то время, когда проходили первых два вселенских собора, в Никее и в Константинополе, в это время тысячи храмов, я подчеркиваю, строились по всей империи, но ни в одном из них не было молитв никому другому, помимо Господа. молились только лишь Богу, молились Отцу, Сыну, Святому Духу, но не было молитв, в принципе, Матери Иисуса, кому-то еще дополнительно, никому и в голову не приходило. На чем же африканские эти богословы, на чем же эти гностики, будем так говорить, вчерашние гностики, языческие, теперь гностики, христианские, основывали свои лжеучения? На чем? Скажу. На, во-первых, спиритическом опыте, то, что для христианина мерзость, то для гностика просто благодать. У нас все наоборот. Если спиритизм для верующего, для еврея, не еврея, для мессианского еврея, для христианина, это мерзость, потому что Бог запрещает спиритические опыты, запрещает не только контакт с умершими духами, но даже обращаться к тем, кто занимается этим профессионально, запрещает иметь в народе среди себя такую мерзость. Это было не только в ветхозаветном постановлении, друзья мои. Некоторые умники говорят, а ведь Иисусу можно было, и нам туда же можно, Он же разговаривал там на фаворе с духами. Ерунда это. Друзья мои, вот эти заявления это все ложь. Иисус не разговаривал с покойниками в нашем понимании покойными. Потому как оба персонажа, я отвечу на особо для правоостановых традиционалистов, потому что много таких вопросов мне задавали, особенно священнослужители, потому что в семинарском мире такими вещами промывают мозги. Вы не поверите, там настолько перекручивают писание. Сегодня мне просто, ну, даже больно порой вспоминать, как порой неправильно я принимал тексты из Библии даже, воспринимал их неправильно тогда. Потому что писание там преподается в семинариях, но она искомеркана, к сожалению. Так вот, Иисус с кем встречался? Кто? Напомните мне. Моисей. Илья Моисей. И эти люди вот в нашем понимании они не испытали смерть. Да, они умерли, их не стало. Но они не испытали смерти в нашем понимании физического, размножения, там прочее. По поводу Ильи вообще нет сомнений никаких. Там описывается конкретно, как это все произошло, и мы видим, что он просто трансформировался, просто перешел в другое измерение. Непосредственно. Вот нам бы так, а? А ведь я знаю, что может даже среди нас есть такие счастливчики. Почему это подтверждают? Потому что Господь грядет, и у нас ожидание возвращения Мессии. Очень такие радостные предвкушения. И я знаю, что будет поколение, которое не совлечется, но облечется в небесное жилище. То поколение те верующие, которые на самом деле встретили Господу на воздухе поднимутся. И так всегда с Господом будем. И это замечательное ожидание. Слава Иисусу! Вот фильм прошлого года, 11-го года, кто может интересовался, сделавший шум большой, Иерусалим, обратный отсчет. По книге бактистского пастора Джона Хэйги. Рекомендую. Потрясающая лента. На русском, по-моему, еще нет даже еще. На английском языке, на других языках. На русском, по-моему, уже делают переводы и вот-вот сделают. Это лента, которая сделала большой шум в прошлом, в ушедшем 11-м году по всей Америке и во многих других странах мира среди христиан. Джон Хэйги, если кто знает, это очень правильный человек, я очень уважаю этого человека. Это баптистский пастор из Техаса, который возглавляет американское общество христиане за Израиль. Это сионист с большой буквы, верующий, который на самом деле очень много сделал для еврейского народа, сделал много для Израиля как государства и который много очень учит христиан, баптистов и других динаминаций христиан о последних временах, эсхатология. Его лекции по эсхатологии считаются просто-напросто классикой, живой классикой. И по книге его именах такой, сняты фильмы. Кстати, старые ленты, кто помнит, может быть, Игрянул гром, потом Как вор в ночи, помните старые ленты? Кто помнит, может о восхищении верующих там рассказывается, старые ленты такие, они на русском языке есть, но эта последняя лента, значит, она просто потрясающая. Хорошо, я сейчас о чем? О том, что все-таки в истории нырнем поглубже опять. Значит, в Африке, северо-восток Африки появились теложелучения о молитве за, молитве другим как бы посредникам, дополнительным, помимо Иисуса, основывали на спиритизме. Значит, потому что, значит, ни Моисей, ни Илья, они испытали смерти, вот в нашем понимании, физической смерти. Кстати, когда Моисей умер, да, умер, но его тело всю гору обшарили, так и не нашли. Он был счастливчиком, который посмотрел на землю обетованную. Некоторые думают так, что, ну, Иисус с нами на Халифа не вошли, вот, а ему не повезло, а я считаю, ему повезло еще больше. Больше всех повезло ему, потому что он Иисус лично увидел там на Фаворе. Он лично лицом к Иисусу встретился. Это потрясающе. Он был в земле Израиля, он пришел в землю Израиля, Моисей, и он был там, на горе. Потрясающе. Я скажу, что вот с этими людьми Иисус разговаривал не с другими, не с теми, кто вкусили смерть в нашем понимании, физическую смерть, разложение и прочее, но с теми, кто перешел в иное измерение прямо с тела. И для нас, но опять-таки, не повод искать контакты сейчас с Иисусом или с Моисеем. Вообще, вот те, ну, мало ли, может кто-то сделать вот такой вывод? Не ищите. У нас есть первосвященник за нас, предстоящий. И ни в ком оно нет спасения, повторяю. Нет других посредников. Напрасно будет, если даже вы из кожи вылезете бону, когда все-таки встретитесь с Моисеем, он тебе скажет, оно тебе надо было. У вас уже есть уже все. Но зачем тебе вот еще... Ну, да, поэтому не портите себе жизнь, а именно воспользуйся открытой дверью. Не ломись там какие-то окна или дополнительные двери прорубать. Зачем? Дверь открыта. Добро пожаловать в Царство Божье. Эта дверь сам Мессия, сам Христос. Поэтому, кто войдет и выйдет, и паршет найдет, он будет, на самом деле, счастливчиком, который не только вошел, но он может указать другим людям на эту открытую дверь. Слава Богу! Это потрясающе! И это замечательное служение! О, вы напоминающие о Господе! Не умолкайте! 2012 наступил. Мы смотрели все многие из вас ленту, наверное, смотрели в 2012, да? И там за миллиард евро предлагали с билетики на борт спасительного ковчега. Знаете, или спастись от мирового потопа. Но при всем уважении к голливудским этим мастерам скажу, что ковчег из железа не спасет. Да, Китай нам не поможет в этом отношении. При всем уважении, братья к китайцам. Больше того скажу. И миллиарды не спасут. Даже миллиард евро за билетик. Просто даже все богатства мира кто-то будет предлагать за любовь, он будет отверган с презрением. Просто просто с презрением. Скажу, это вообще это ничто, это мусор. Это ссор. Почему? Потому что за любовь не платят. Знаете, Иисус сам заплатил, а свою жизнь отдал, кровь отдал свою. И для нас это бесплатно. Он сам заплатил, оплатил то, что мы не могли бы никогда платить. Поэтому спасение дар Божий во Христе Иисусе, чтобы никто из нас не хвалился, чтобы никто из нас в чековой книжке не тряс, не говорил, вот я оплатил это все. Нет, Бог оплатил. Сделал нас равными всех евреев, не евреев, умных, не умных, всяких, 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 сделало равными в этом, потому что Господь за всех за нас пострадал, чтобы всех спасти, привести в Царство. Слава Иисусу! Друзья, я очень Богу благодарен, спасибо Господь, спасибо. Я скажу, что вот та ересь многобожья, которую можно одним словом назвать, для простоты понимания, она пришла из Африки и на спиритизм, и также на ложных толкованиях, религиозных, прежних. Допустим, один из таких умников был такой Мемнон, митрополит Эфесский, впоследствии, в пятом столетии, как он все это красиво обрисовал. Он сказал так, что вот Эфес, город, когда-то был прославлен культом Артемида Эфесский, помните, из Писания мы это знаем. Историки подробно рассказывают в Библии очень немного, но тоже показывается вся эта нечистота, мерзость этого культа. Но, позвольте, храм Артемида Эфесский был одним из семи чудес света. Мы знаем еще и другую сторону, мы знаем, что это была мерзость, но в глазах человечества это было шедевром, это было искусством, это было чудом света. И вот, Мемнон Эфесский в пятом столетии, через четыре столетия после падения, после начала христианства, получается, он сказал так, что нашему предке, и эфесяне, и вообще римляне, и греки, прошлых столетий, молясь Артемите Эфесский в этом храме, они как бы прообразовали настоящую Богородицу, которая есть Мария, Матерь Иисуса Христа. И они как бы не бедные тому, они поклонялись уже настоящей Марии. Фу, бред полный. И при том, Мемнон Эфесский это сказал не просто где-то на кухне, знаете ли, с друзьями, мало ли, что можно говорить всякие ереси, но, знаете ли, он сказал это в собрании великом скафедры на Вселенском соборе. Вот это да, друзья мои. Но, по порядочку, как мы начнем в жизни такое, и как получилось, что христианство вот так вот загадилось такими учениями. Проспали отцы многие. Мы не судьи истории. Мы не судьи тем, кто ушел в уже вечность Богом всем судья, как и нам всем. Знаете ли, не хочется судить ни живых, ни мертвых, но скажу, мы должны научиться кое-чему из той истории. Дело в том, что многие отцы церкви, многие лидеры христианства, которые прошли лагеря, ну, проще говоря, прошли гонения, да, вот Неронов, ну, Неронов это уже самый первый, диоклетианы, допустим, да, императоров других, к сожалению, сломались на таких вещах, как Мамона, просто гордость, похоть и жадость. На таких вот простых вещах, казалось бы, да, попадали. Многие братья, которые прошли серьезные испытания веры, казалось бы, да, и были, ну, столпами, попадали через, просто, на самом деле, гордость и жадность. Константин сделал многих этих служителей богатыми рабовладельцами и землевладельцами, подарил особняки, знаете, широкого плеча, значит, особняки, которые были заплачены у, там, репрессированной знати, земли дарил направо-налево многим, значит, лидерам христианства. И, к сожалению, не все, но многие купились на это. И когда потом Константин просил некоторые вещи, услуги оказать ему, не было силы отказать такому великому боссу. И многие пошли на поводу, не все, конечно, далеко не все. К примеру, Афанасий Александрийский, когда Константин попросил его, в частном порядке, приватно, попросил некоторых, ну, лиц явно невозрожденной жизни, явно, ну, они как бы, где-то как бы, как бы и христили, я не знаю, в какой общине там, но попросил этих лиц, явно невозрожденной жизни, в церкви назначить их на ключевые посты некоторыми. Что касается финансов церковных, там, что касается, там, некоторых дел церковных, поставить их даже и писать по-менее, некоторых из них. И Афанасий взял и отказал Константину и заявил, что, ну, он очень вежливый, в форме такой, конечно, ну, он соблюл форму эту, он сказал, что мы уважаем вас, как вот, императора, как вы знаете, но, простите, но, при всем, уважаемый к вам, это компетенция церкви, мы не можем доверить вот такие дела церковные, или церковные дела светской власти. И он заявил, что кесарю, кесарю, а Богу Божью. И ответ Константина был очень такой простой, что у нас в империи незаменимых людей нет. И нашли тут же дело, определенное по-другому, дело по-другому поводу, но Афанасий тут же арестовали, фактически, почти тут же. Арестовали его, подержали в тюрьме, потом отправили в ссылку. Как потом выяснилось, через пару лет выяснилось, что это все дело было сфабриковано, и свидетели, даже свидетели забрали адрес, заявили, что это просто подстава, его вернули на некоторое время снова в Александрию, но тут же снова арестовали, и отправили в ссылку, опять по-другому делу, и его вся остальная жизнь, остальная служба прошла в местах не столь однолетных. То есть, он платил такую цену, цену свободы. Его не убили, как некоторые другие, потому что он был лидером всей Северной Африки, и его смерть могла бы произвести большой шум. Константин это понимал, как других он не мог его просто физически устранить, но он его ломал в этих казематах, ломал его в этих тюрьмах, но не сломал. Афанасий умер не сломленно. Он пережил Константина, и, к сожалению, система дальше работала, но таких, как Афанасий, было немного, на самом деле, служителей, к сожалению. Очень много было бескребетных служителей, которые прогнулись очень жестоко, жестко, и вот невозрожденных служителей многих потом враг использовал для того, чтобы сеять смуту в церквях. Да, ничто не новое. Знаете, в советское время КГБ использовал те же самые методики, внедряя свою егентуру и в православную церковь, и в протестантскую церковь. Я думаю, многие из вас, может быть, слышали следительство некоторых этих братьев, которые каялись, потом обращались. И есть покаяние бывших агентов КГБ, которые рассказывали, как это все происходило в 70-е, 60-е, 70-е, 80-е годы даже. И, в общем-то, это старая технология. У дьявола есть желание контролировать церковь, контролировать и делать что-то. Один из покаявшихся агентов КГБ в 70-е годы и он выступал в Киеве, он был в гостях тогда у пасха Сандея, значит, и в Манеже тогда было служение, он рассказывал очень интересные вещи о том, как упокаялся, будучи уже внедренным в систему, как постепенно Бог касался его сердца, и из-за самого агента он стал христианином, на самом деле, упокаялся, отрекался от этого греха и не сдавал уже братьев, не сдавал информацию. Как он участвовал в ликвидации перед тем толчком к покаянию его было ликвидация одного агента КГБ, который был внедрен в баптистскую динаминацию и был уже за годы там служение был одним из старших пастырей Союза и затем он отказался давать информацию, все меньше и меньше давал информацию о своей деятельности, а потом и вообще заявил на очередной явке агентом как бы заявил, что он больше не сотрудничает с ними. Ну это было смертным приговором для него, конечно, потому что КГБ ССР на Лубянке вынесли ему смертный приговор и самое интересное, они же еще следили друг за другом, стучали на себя еще друг на друга и для ликвидации поставили как раз тех, кто колебался, тех, которые завтра могли сами вот так вот заявить, что мы больше не сотрудничаем. Они же стали друг друга и они как раз поставили тех на ликвидацию и притом ликвидация была не с первого раза. Это было в Грузии. Один раз даже пришлось просто использовать ДТП, значит, но было неудачно ДТП. Разбили большую фуру для того, чтобы построить на дороге несчастный случай. Не получилось, хотя все было как бы отрепетировано и все было, ну специалисты занимались этим. Пришлось сделать повторно все это, второй раз получилось. и тот епископ сгорел баптийский в своем автомобиле. Но когда мы ехали за Дани, обратно возвращались, все молчали, никто уже не разговаривал. Все понимали, что в следующий раз может кто-то из них вообще сам, кто-то из них. Это было в конце 70-х годов, значит. И в общем-то вернемся в историю христианства эту древнюю, увидим, что методика была вот такая же. И ереси пришли извне. Некоторые христиане наивно полагают, думают, что православные христиане, допустим, католические христиане. Вот я был сейчас недавно, бывал на Франковске, там много католических христиан. И многие из них наивно полагают, им так говорят и священники, что молиться Богородице другим умершим святым это было изначально наше христианское, что мол, якобы это было все с первых веков. Но это все рассчитывается, эта дезинформация рассчитана на то, что их паства, их прихожане не будут перепроверять этих религиозных аферистов в рясах с крестами на груди. Что рассчитано на то, что священники авторитетом своим будут давить на паству. К сожалению, это сплошь и рядом. Это еще один грех в церкви. Это грех, который может быть назван библейским николаизмом. Никао и Лаос два слова. Побеждаю простой народ или давлею господствую над простым народом. Вот так можно перевести эту ересь буквально по-русски. И скажу, что вот такое не просто разделение в христианском братстве, а выделение пастерства как жречества, как именно диктат, это является большим грехом, то, что Христос ненавидит, дела их и учения ненавидят на Иисусу. Но, к сожалению, и дела и учения эти стали достоянием церкви именно в этот рассматриваемый период времени. Четвертое, пятое и шестое особенно столетия. До середины шестого столетия кто в еврейском общении был на шаббат? На шаббате был кто? Помашите ручками. Немного, да? Вот на шаббате я рассказывал вот это все, что было в шестом столетии. Я сделал такую экскурсию, историческую некоторую, на шестое столетие. Герстиняны, Феодоры и там мерзости, какие совершались. Жуткий антисемитизм в самом непреклядном виде и многобожии, и много других грехов. Очень часто, можно сказать, священники, многие пастыри рассчитывают, что их паства не будет их проверять по слову Божьему. Но любого религиозного афериста, будь то в ряде с крестом на груди или в пиджаке или в галстуке, можно вывести на чистую воду, читая Божье слово. И это очень важно. Я скажу так, что, почему это важно, потому что, ну, в конце концов, ну, бессмертная душа на ходу, знаете ли, и не все равно, как мы будем верить, вообще, во что мы будем верить, в конце концов. Бог благое, друзья мои. Он нас понимает прекрасно, Он видит наши сердца, Он видит нас, и Он милостив, Он дает нам просто благодать Свою, славу Иисусу. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь наш, Боже наш, спасибо. Друзья, я Богу благодарен за его присутствие сейчас здесь, и Богу благодарен за эту возможность семинар открыт перед вами. И хочу коснуться некоторых тем таких больных, конечно, очень, но надо, надо. Это как, смотрите, это как медицинские, допустим, учреждения, да, значит, учебных заведений, допустим, в институте, когда будущие врачи идут на вскрытие, да, тела, это некрасиво, неприятно, и, как, там, в одном фильме, там было, охотники за привидением, помните, кто там, там это вскрытие делают, значит, и говорит, ну, теперь проверим, кто из вас, кто из вас хочет быть по-настоящему врачом, а кто хочет просто поиграть в больничку, значит, и делал вскрытие, и кто-то раз в оборот, тоже падает, череп вскрывает, другой падает в оборот, и пока он разделывает, значит, тело, значит, ну, вскрывается, многие там попадали уже в оборот, эти, и вот, вот так же скажу, что у нас есть нужда большая, мы должны вскрывать сегодня эти мертвые тела, эти трупы, религиозных заблуждений, для чего? Не просто грязь выносить сейчас на свет, да, не просто для празднования любопытства, дело в том, что будущие врачи, они смотрят на все это, для того, чтобы помочь живому человеку, чтобы увидеть, как эта болезнь развивалась, что там внутри нас вообще, из чего мы сделаны вообще, из какого теста, и вообще, как болезнь можно предотвратить, допустим, ну, к примеру, врачи должны знать некоторые вещи, да, что внутри, и мы, как христиане, должны кое-что увидеть сейчас, и вскрывая трупы прошлого, мы должны смотреть на то, что сейчас нас окружает, помочь сегодняшним людям не заразиться тем трупным ядом, знаете ли, не заразиться этими болезнями страшными, помочь выздоровлению миллионов христиан сегодняшних, слава Иисусу, и моя вообще мечта, чтобы в тысячах храмов по всей Руси, чтобы священники православные начали молиться Богу, и чтобы не молились другим, а почему? Потому что многобожие делают подлую работу, вы не поверите, хотя многие из вас это знают, в принципе, многие из вас с этим соприкасались, или соприкоснутся, по крайней мере, но многобожие делают такую работу, что самое главное в теле Христа, самое главное в христианстве, спасение, закрывает от людей, это ужасно, но это есть, ведь если человек, он не знает, кто его спаситель, кто его Господь, если человек не знает, и молится разным святым, и чем больше он молится, тем больше он дезинформирован, и он находится в заблуждении, но когда он знает, в кого он уверовал, когда он знает, что Иисус Господь, когда он не ломает голову на вопрос, какому святому молиться вообще сегодня, как есть такие брошюрки, многие из вас, может быть, соприкасались с этим, есть такие брошюрки, которые называются, какому святому, в какой нужде молиться, и я когда молился по этим брошюркам, когда молился по этим подсказкам, знаете ли, я заходил в духовные тупики, но сегодня я вышел из тупика, почему, потому что я знаю, что Иисус пролил свою кровь за меня, и Он мой Спаситель, и я знаю, что это по-настоящему, не по-нарошку, а по-настоящему, слава Иисусу. И, друзья мои, я уже говорил, что из северо-восточной Африки пришла эта ересь, и поначалу распространялась она среди монахов, монашество вышло из гностицизма, и поэтому все вот эти ереси гностиков, они, к сожалению, взяли на вооружение. А вы скажете, а как же церковь? Дали ли отпор этой ереси отцы церкви, лидеры христианства? Да, давали отпор. Один из известнейших фактов таких, это беседа Епифания Кипрского. Епифаний Кипрский, один из уважаемых отцов церкви конца 4-го столетия. Его часто я привожу пример, потому что это очень важный, такой пример. Это немало известный святой, это великий известный святой, извиняюсь. И многие православные, и католические, даже больше, наверное, христиане, уважают этого святого, молятся ему даже. Но сам Епифаний, епископ Кипрский, этим гостям из Африки по поводу Марии сказал следующее, известная цитата из его сочинения, что ее, говорит Мария, должно уважать, но никто не должен молиться ей. И, знаете ли, один из вот таких апологентов, диагола, адвокатов, тогда это был диагон Кураев Андрей, он проводил Днепропетровские актособрания, проводил большой семинар. И так получилось, что в том же зале, ну и во многом в том же составе, наверное, примерно половина, добрая половина участников его семинара были на моем семинаре. И так получилось, что у нас одна тема была, примерно одна тема, по поводу иконопочитания и по поводу, я говорил, что это мерзость пред Богом, он доказал, что это якобы святое и Богу угодно дело. Мы об одном говорили, но с разных позиций. Я с библейской, он говорил со стороны вот человеческих преданий. И так же он оправдывал, пытался оправдывать многобожие. Говорил, что молиться там, Богородица, святым, это правильно. Но знаете ли что? Слава Богу, что нашелся один брат, один из моих студентов, там на его семинаре, и задавали вопросы. И он задал вопрос. Запись делалась в видео. Он задал вопрос такой, что, господин Дьяконович, пожалуйста, прокомментируйте вот следующий эпизод из издания, официального издания Московского Патриархата, Жития и Пифания Кипрского, когда он, из его сочинения, официально одобренным Патриархом и Синодом. Где Игорь Ифания заявляет, что Марию, Матерь Иисуса Христа, должно уважать, но никто не должен молиться ей. И вот, господин Дьякон Андрей, как уж на сковородке заерзал. Он сказал следующее, афанализм такой, знаете ли, ладно бы это был простой сельский батюшка, это же профессор. Он сказал следующее, афанализм такой, знаете ли, это частное богословское мнение этого святого отца. Брех полный. Знаете, если бы был простой сельский батюшка, я бы сказал, ну, может он так он верит на самом деле. Но это профессор, я в жизни не поверю, что он так верит вообще, что он так думает. Я вам расскажу о некоторых частных богословских мнениях. У вас уши завянут просто-напросто. Ну ладно, не буду, пощажу ваши уши. Но, расскажу одну страшную историю. Вот это будет назидательнее, чем богословие. Практика, господа. Вот, расскажу такой пример. На Руси был пример такой. Один епископ церкви, потому что это не епископ церкви, православный. Его звали Феодор, да, Феодор епископ, так пишут о нем, Феодор епископ. В новгородских летописях пишут о нем, как о Феодоре епископе. Он имел он заявил примерно то же самое, что заявлял Епифадий Кипрский, что он не молится Богородице и не рекомендует своей пастре молиться к Богородице, а рекомендовал обращаться к Богу непосредственно. Не к матери, не к кому-то еще. И это было мнение Феодора епископа. Это было, я могу говорить не точно, но, по-моему, это было 12-е столетие уже на Руси. И это мнение богословское взбудоражило тогда церковь русскую и был собор тех немногих епископов, что были тогда на Руси. И собор постановил, ну, как бы, спорили даже не за его учение, а спорили и за наказание. Как же его наказать так покрепче? Так, чтобы другим было неповадно. Вот. Это напомнило мне, знаете, как спор этих зверей, как в анедоте потом, да, значит, когда 33 попугая спорили о Буддаре, да, как с ним поступить? Либо хвост рубить ему, либо голову. Ну, Маркышка говорила в конце, ну, хорошо, рубите хвост, так по самую голову. И вот по голову Федора Емпископа, значит, решали, что же с ним сделать такое, знаете, замочить или, как бы, еще, помочь больше. И постановили, значит, постановили в лучших традициях православной инквизиции, постановили с него живьем, принципиально живьем сдирать кожу, предварительно отрезать язык, выколоть глаза, значит, прилюдно, сдирать с него полосами кожу живого, значит, потом приказали, значит, на медленном огне светские власти, светский князь хотел сжечь его просто, ну, он был очень гуманным, по сравнению с Епископом он был более гуманным, он предлагал просто живьем сжечь его и все, не мучай его. но епископы настояли на том, чтобы он должен помучиться, больше того, несмотря на просьбу князя сжечь сразу, епископы заявили, что сжечь не сразу, а на медленном огне, подчеркиваю, медленном огне. Значит, вот это была и вся вина епископа, мы не знаем, о чем он учил еще. в летописи лишь по поводу Богородицы говорить, что он отказался молиться Богородице и на соборе ему предложили жизнь или помолить Богородице. Он отказался молиться Богородице. Это был простой православный епископ, который уразумел кое-что и как Епифатий Кипрский судался на него, вот пострадал очень жестоким образом. Мы не знаем даже, честно говоря, не знаем его до того. Летописи очень скупую информацию оставляют нам о жизни этого человека и о его учениях. Может быть, он в чем-то заблуждался, я не знаю. Но говорится именно касательно культа Богородицы. Вот вам пример. Очень жестокий, конечно, пример, но, думаю, запоминаемый. О Федоре Иквископе мы знаем из новгородских псковских следописей Древней Руси. Скупа информация, но очень жесткая информация. Кстати, некоторые люди думают, что инквизиция была только лишь на Западе. Увы. Инквизиция на Востоке была не менее суровая, а даже более суровая, чем на Западе. Поверьте. Даже вот этот эпизод, он о многом вам должен рассказать. Дело в том, что в Западной Европе не было продумано таких изощренных пультов, как на Востоке. Я, конечно же, понимаю, что, я не хочу быть адвокатом католиков, я понимаю, что у них куча проблем своих, и, значит, нам бы со своими разобраться, православными. Но скажу, что, значит, знаете ли, католики, по крайней мере, за свою инквизицию каялись. Мы еще не каялись. И, по крайней мере, при вот Иване Павле Втором, а до него при Иване Двадцать Третьем, были молитвы покаяния. На Втором Ватикане в шестьдесятые годы были покаяния. И это очень, скажу так, оздоровило ситуацию в церкви. Я не идеализирую сейчас католическую церковь, я понимаю, что у них проблем порой даже больше в чем-то. Но, они сделали очень важные заявления, важные шаги, которые послужили очищению церкви, освобождению церкви. Кстати, предваряло и молитву Ивана Двадцать Третьего, и молитву Ивана Павла Второго покаяние в антисемитизме. Вы слышали об этом, наверное? Покаяние в антисемитизме. Представляете? Они нащупали эти папы два, они нащупали вот больной нерв в христианство. Они нащупали вот то, откуда-то весь зуб-то и болит-то. И они сделали что-то очень благородно делали. Если кому интересно, у меня есть молитва Ивана Двадцать Третьего Папы Римского касательно антисемитизма, молитву покаяния. Там потрясающе хорошее вещи сказано. Молодец. Он сказал это, правда, тут же скорпотиже скончался. И к большой, мало скрываемой радости большинства кардиналов Ватикане. Но он сказал очень важную молитву. Ему говорили, ему угрожали, и мафия угрожала ему, и кардиналы угрожали, что если с такой молитвой он выступит, он не доживет на следующей Пасхе. Так и получилось. Но он выступил. Он не побоялся, он выступил с этой молитвой в Ватикане. Я не буду никого обвинять в этом смерти. Бог знает, кто приложил руку к его скорпотиже. Но я знаю одно, что человек сделал то, что должен был сделать. Слава Иисусу! Что была такая молитва. И Иван Павел II, он продолжил, не так, может, радикально, как Иван 23, но продолжил эту молитву покаяния. И хотя, к сожалению, к сожалению, больше было на словах. Я все-таки верю в покаяние. Я думаю, это правильно, в библейский. Покаяние не только на словах, но и на делах. В самих делах. Порой сами дела больше говорят, чем многие молитвы, многие слова. Можно говорить миллион раз «люблю, люблю, люблю», а ничего не сделать для любимого человека. И как бы грошится на таким заявлениям порой, знаете ли? А можно мало сказать, что, значит, но много сделать, и это скажут больше. Чем, значит, много слов. Простите, но, допустим, если мы говорим, что любим Бога, мы не знаем, что такое Десятина, даже и проживание, то мы просто обманываемся на себя. И, смотрите, мы можем, допустим, говорить, что каяемся в антисмитизме, но неблагостояние этого еврея не поможет. Кстати, вот Джон Хегги, баптист, я помню, я помню уже, пастор из Техаса, он очень интересно сказал, что ты можешь читать и слезами заливаться, читай об Аврааме, Исааке и Якове, а Исаака через дорогу можешь не замечать вообще. Например, редакция в своей церкви сказал, это потрясающе было, там, ну, все было понятно, слава Богу. И, знаете ли, что это очень важно. Вот, Иван, я не хочу тоже плохое говорить о папе покойном, но, как назидание, так скажу так, не осуждая его, но все-таки есть чему поучиться нам из этого примера. Были молитвы покаяния, но встречи на высоком уровне, вы знаете, что Ватикан, это еще и государство, это еще и политика, это не только религия. Так вот, и на высоком уровне встречался он с кем? С Ясером Арафатом, с другими палестинскими мальчиками. Знаете ли, и, в общем-то, и миллионы Ватиканских долларов, к сожалению, пошли не в экономику Израиля, а на вооружение, по сути, значит, террористических организаций. Ну, как бы, официальное кормление палестинских детей, хотя, все понимали, взрослые люди, что там ни цента не идет, ну, может, какую-то завалявшуюся там подарят пряник какой-нибудь от советской власти для палестинских детей. Вот, все деньги шли на вооружение этих банк, формирование этих. И Арафат там торжествовал, целовался с Брежневым, и, значит, с Иваном Павловым II. К сожалению. И очень незначительные встречи на востоком уровне с, например, министром Израиля были только лишь очень короткими, непродолжительными. И мало что дающими для экономики Израиля. Конкретно деньги шли в Палестину, шли их террористам. Ну, доллары говорят больше, чем многие слова. И, хотя были в последние годы жизни, да, и визиты в Израиль, были попытки говорить что-то и деньгами, но это очень слабо было. очень слабо, я считаю. Иоанн XXIII, Папа Римский, он считал, что молитва должна быть лишь очень небольшой частью покаяния. Основным, он считал, должно быть вложение в государство Израиля в ватиканские деньги. Банк Ватикана предлагалось перенести именно в Ватикан, именно в Израиль. И вообще, это было бы таким, ну, скажу, это было бы гораздо больше покаяния. Лучше одну молитву, знаете, лучше 10 тортов и одна свечка, чем один торт и 10 свечей. Я так считаю. Ну, кто как, конечно. Я скажу, с ним заодно это было правильно. Хорошо. Так, братья, слушайте, кому надо больше уйти, то вам пора уже. Кому не вспеху, то еще часочек потерпите. Поучитесь. И скажу так, что, друзья, значит, что да, я говорил, что Епифания, епископ Кипрский остановился, да, в конце 4-го столетия утверждал, что ее Марине должно уважать, но никто не должен молиться ей. И это была позиция не только Епифания Кипрского, другие отцы церкви, великие каппадокийцы, они все утверждали то же самое. Но не касательно Марии, а вообще Господа, что только лишь Богу молиться. Как многобожие пришло в жизнь церкви? Запишите себе Третий Вселенский собор. На первых двух вопросов таких не поднималось, никому и Богу не приходило менять что-то в христианском вероучении. касательно молитвы, касательно догмата спасения и прочее. На первом и втором Вселенском соборе не поднималось ни о Марине, ни о каком-то еще вопросах. Но на третьем соборе, в Эфесе, в 431 году это все было оглашено. Запомним, да? 431 год. 431 год. К сожалению, на этом соборе вопрос поднимался не просто о природе Христа, божественности и человечность Христа. Самая главная тема, в которой скрестили шпаги тогда богословы, был вопрос кому молиться? можно молиться только лишь Богу или кому-то еще дополнительным посредникам помимо Иисуса Христа. Главная тема была именно в этом, поверьте. Я пример приведу такой. К тому времени таких две основных школы было богословских в христианстве. Ну, три даже, точнее говоря. Три школы. Первая школа это африканская Александрийская школа богословия. Слышали, наверное, да? Александрийцы. Александрийская школа богословия. Некто Пантен. Платоник начинал это движение, эту школу. Он стал христианином, образовал школу большую богословскую, затем снова вернулся в язычество и умер неоплатоником. Значит, но он основал школу, которую по преданию основал апостол Марк, но на самом деле основал Пантен, философ, значит, римский, греческий философ. И, в общем-то, эта школа философия, школа богословия, она какое отличие имеет? Библия для этой школы является, да, они пишут тоже богу-нухновенным словом, но главным источником считается личное откровение, личное озарение, и для многих, большинства представителей, значит, Александрийская школа типично анегоричное объяснение Писания, избегают прямого буквального понимания текста Писания, да, в утаизме тоже есть понимание, да, многоликое Тора, слышали, наверное, много раз уже, многоликое Тора, много грани объяснения, и многие раввины утверждают о многих граних понимания Писания, и порой это, на самом деле, очень потрясающе, но при всем при том, при понимании многоликости Тора, многоликости Писания, нам нельзя забывать, что есть первый буквальный смысл Писания, есть первое значение, мы не должны не забывать об этом, объясняя с других сторон, какие-то тексты из Писания, не должны увлекаться философией, и это очень опасно, друзья. И Александрийцы, да, Александрийцы, а потом Антиохийцы, Антиохийская школа богословия, Антиохийская школа богословия настаивала на приоритете библейского богословия. Библия объясняет Библию, и если для Антиохийца вопросы в Библии возникали, они обращались к Библии же для объяснения этого текста, и старались держаться строго библейского богословия. Третья школа, а не меньше известная, это Иерусалимская школа богословия, она пыталась примирить обе эти школы и сочетать в себе и Антиохийское понимание, и Александрийское, но они мало известны, и, в общем-то, мало что дала. эта практика, к сожалению, тогда. Но, главный конфликт был между антиохийцами и Александрийцами. Александрийцы, африканцы, взяли на вооружение монашество. Монашество, откуда появилось? Из гностицизма. Гностицизм то же самое, что и антисемитизм. Потому что, вы знаете, куда гностики? Слышали? Гностики. Хорошо, сначала что? Разберемся с этим. А то новые слова, может быть. Гностики, это как бы знайки. Это учения, школы, христианские, нехристианские, разные. Смысл учений гностицизма в следующем. Что, допустим, древние школы гностицизма, ранние школы гностицизма, учили так, что весь мир видимый был создан дьяволом, или же богами низшими. А невидимый духовный был создан богом, или же богами высшими. Видимый мир – зло. Материнство – зло. Деторождение – зло. Строгое вегетарианство и медленное самоуничтожение плоти. Медленное самоубийство. В воспроизведении подобных – это продолжение зла. Ну и много других абсурдных вещей. Женщина – друг человека. Но не человек. В этом были убеждены, это было все внутри любого гностика. Вы понимаете, там одни мужики были. Так, значит, и мыться – грех. Не мыться – хорошо. Гностика, издалека было видно, да? Воняло этим учением – хорошо. И, в общем-то, ногти не стригли. Ни на руках, ни на ногах принципиально. Многие гностики. И чем хуже, тем лучше, считалось так. Спать на голой земле, желательно ноги шел, чтобы больше болеть, и чтобы, значит, простужаться. И желательно оскопиться, значит, такое радикальное врезание. Резать так, резать. Короче, кастраты были. Гностики чаще всего. Ну, чтобы не было вопросов. Чтобы не было… Масло сожжены, что называется. Чтобы не было пути обратно. Значит, и, к сожалению, гностицизм был популярным. Особенно вот в Северной Африке, к сожалению, там находилось много таких деятелей. Ну, как бы, Павел Генаром говорил, что я желаю, чтобы они были, как бы, оскоплены, такие люди. Ну, потому что они производили всякие соблазны, ереси. Ну, и вы понимаете, что для гностиков, евреи, с их жизнелюбием, жизнерадостностью, жизнеутверждающей философией, значит, и с тем, что Бог создал весь мир, видимый и невидимый, были по переговору против. Были просто, как вот, ну, заносы какая-то, значит, бельмо в глазу. И поэтому гностики, различаясь друг с другом в философии, разной богословии, были единодушны в антисметизме. Это был их общий враг еврейства. Это был общий враг любого гностика. Любому гностику хлебом не корми, но дай унизить еврея. Потому что в их понимании, евреи, это слуги дьявола. Почему? Потому что в их понимании, и Бога, извиняюсь за такое сейчас сочетание, но это дьявол. И они считали Бога Ветхого Завета дьяволом. И это было ужасным заблуждением гностицизма. Это я вам писал вкратце большой курс, огромный курс по истории гностицизма 2-го и 3-го столетия. На самом деле это курс отдельного семинара. Я иногда еще рассказываю о гностицизме, но я вам вкратце объяснял. Больше нам и не надо касаться этой темы страшной. Но скажу, ну гадко такой, но скажу еще кое-что. К сожалению, появился христианский гностицизм. Появились такие деятели, христиане, которые заявляли, что вот мы, мол, гностики, мы знайки. Мы знаем нечто, что вы не знаете остальные христиане. Что якобы Иисус, Он одно учил нами у тех, а совсем другое избранным передавал. И эти избранные, они передали другим избранным. И всем остальным давалось лишь молочко, а твердое давалось только лишь особо приближенным. К императору будем говорить, да. И так получилось, что эти знайки за знайки, они утверждали, что лишь у них настоящее. И к чему это приводило в практике? Эти знайки, монашество, христианское монашество, оно вышло из африканского гностицизма. Я скажу так, я не против монахов. Я против монашества, как явление христианства. Я считаю это большой ересью. Я очень солидарен в этом плане с Лютером, который говорил к монахам о монашском Германии. Братья, сестры говорят, все, выходите, женитесь, рожайте детей, живите нормальной жизнью. Бог не требует от нас вот такой жизни, в которой мы живем. Он больше того, он сам женился. И женился на бывшей монашке Екатерины Бора. И у них были детки, и жили долго и счастливо. И, знаете ли, многих, многие тысячи монахов и монашек Германии осчастливило это заявление Лютера. Потому что с людей спали эти времена неудобоносимые. Знаете ли, и многие монахи и монашки, тысячи монахов и монашек Германии и Европы, они женились, выходили замуж, урожали детей. И многие поняли, что их обманули в этой многовековой религиозной пропаганде. Знаете, друзья мои, к сожалению, монашество сыграло очень такую роковую роль. Вот в том, о чем я сейчас рассказываю. В смешании христианства с язычеством. В 4 веке это было еще не так явно. Даже больше того, в 4 веке монашество не было частью официальной церкви даже. В 4 веке монашество, оно было партизанским движением больше. Таким отшельническим феномен монастырей. Это гораздо более позднего времени феномен. Хотя монастыри были и 4 веки, я не очень быстро извиняюсь. Я пытаюсь просто многое рассказать за короткий промежуток времени. Но простите, если я тороплюсь. Я хочу сказать, что проблемы начались основные тогда, когда монашество стало частью официальной религии, официальной церкви. Это было уже в начале 5 веке, конец 4-го, начало 5 веке. Вот тогда-то за голову исхватились многие богословы. Но было поздно. Политики узел затянули очень туго. Потому что, я повторяюсь, но был ярко выраженный политический заказ на смешание христианства с язычеством. В самом христианстве не находилось столько много подлецов, которые могли бы выполнить эту грязную работу. Но в монашестве нашлось много искренне верующих, заблуждающихся гностиков, которые сделали эту грязную работу. Это очень страшная история, но надо знать ее. Друзья, вот я вам расскажу следующее. Лидер африканских христиан начала 5-го столетия, звали его Кирилл. Кирилл Александрийский. Думаю, может быть слышали. Он официально в святых, в католической и православной традиции. К сожалению, до сих пор. Но как бы иначе быть. Почему? Потому что именно этот человек стал ключевым в этой драме. Кирилл собрал возле себя монахов африканских. Это Эфиопия и Египет. Разных африканских гностиков. И исполняя заказ политический, император тогдашний, бизантийский, он покровительствовал такому религиозному деятелю. Вопрос был поднят о том, что пора собрать Вселенский собор для рассмотрения некоторых спорных учений. Поводом послужило порой неадекватное поведение патриарха Константинопольского и спор о природах Христа. И дальше дело было лишь времени. Я попроще постараюсь объяснить эту историю. Очень запутанную историю. Постараюсь просто объяснить. Кирилл, африканский, взял с собой монахов. Большое количество, больше, чем было оговорено гораздо. И 22 июня, легко запомнить. 22 июня, фашистская Германия напала на СССР. 22 июня, запомним. 431 года, Кирилл, не дожидаясь других патриархов, а по рекламенту Вселенского собора полагалось подожать всех и всех выслушать, он приехал раньше и раньше нагло начал собрание собора. Потому что он понимал, он не дурак, он понимал, что в честном разговоре с Библией в руках он даже 5 минут не выдержит. Он же в первом раунде пойдет просто на каузе. Потому что отцы просто-просто скажут, ты, дорогой, эту Библию читал? Посмотри, что написано в слове. И он понимал, что в честном разговоре он не выдержит. Поэтому он пустился на нечестный шаг такой. Не дожидаясь никого, благо, что Ефесский Мемнон, митрополит, поддерживал него и был на стороне многобожников партии, будет так, фракции. Почему у Мемнона была еще такая, как бы, заинтересованность? Потому что Ефесс переживал упадок, а император предлагал восстановить Ефесский храм, восстановить Ефесский культ, и Ефесс был бы одним из центров христианства очень мирового. Эта перспектива была очень большая. Так вот, и африканцы 22 июня, собравшись там вместе с митрополитом Мемноном Ефесским, провозносили, что отныне в христианстве нормально молиться не только Богу, не только Христу, допустим, но молиться еще и его матери, Иисуса Матери Марии, и некоторым другим умершим святым. Шла речь о апостолах, ближайшем учениках Иисуса. Казалось бы, о немногих шла речь. По сравнению с тем, что сейчас, это как бы капля в море. Но лиха беда начала. Это было лишь начало большого прорыва. Потому что уже через 20 лет, ровно через 20 лет, в 451 году, в Халкидоне, было уже обычным для них молиться, допустим, Ефимий Всехвальный, так называемый, святой, и Ефимий другим святым. То есть, через 20 лет уже шла речь не только о Марии, и святых, и об апостолах, но уже и о других уже дополнительных святых. Через 100 лет, уже в 6 столетии, в середине 6 столетия, при Юстиняне императоре, шла речь уже о сотнях святых. Предлагалось для обывателя уже сотни святых. Сегодня десятки тысяч в православной церкви, и до сотни тысяч в католической. Пожалуйста, выбирай на вкус и цвет любого святого. Молись, обмолись. Но все это напрасно. Умножаются мамиды, умножаются лишь беззакония. И скажу, что нас спасет не увеличение штата святых, а смиренное покаяние пред Богом и признание, что Иисус Христос есть и альфа, и омега, и начало, и конец, и первый, и последний. И ни в ком он у нас нет спасения. Реформация, это не выдумывание нового чего-то такого. Знаете ли, это возвращение к старому, к основанию, к фундаменту веры. Слава Иисусу. Некоторые умники мне говорят, мои вчерашние коллеги порой говорят, о, ты, Машравлев, а ты наобещался с протестантами, сам стал протестантом. Помните, как простить праздник передом? Из-за острова настре, помните, только ночь не провалялся, сам на утром бабой встал. Вот, значит, вот один из них. Я говорю, господа, позвольте, лютер не родился, ни кайм, ни кто-то еще. А все это уже было в Писании. Это что? Протестанты дописали, что ли? Они переписали Библию, что ли? Ни в коем разе. Вся гениальность была реформатор в 16 столетях. Те в том, что они взяли и стали поднимать из небытия то, что было изначально наше христианское. Это наше общехристианское. Знаете ли, то, что Иисус Христос первосвященник, ходатай Нового Завета, это не достояние лишь баптистской динаминации, или харизматической, или адвентистской, или куда еще. Это наше общее. Это для всех верующих, для всех христиан. И здесь не нужно делать спор о динаминациях каких-то, о каких-то конфессиях. Ни в коем разе. Хорошо, друзья. Что же было далее? Не буду вас тянуть, мучить, потому что времени у нас мало остается. Я скажу, что 22 июня, запомнили, да, ту роковую, да, 431 года в Эфесе было собрание, которое опозорило историческое христианство навеки. Это было позорище, которое провозносило, по сути, уничтожение евангельского учения в церкви. И, ну, вы понимаете, благодаря составу этого собора, так называемого собора, было принято фактически единогласно. Кроме там несколько лиц воздержавшихся, которые были просто в шоке от того, что происходит на их глазах. А что было далее? А далее было следующее. Приехали другие отцы. Приехали патриархи, иерусалимские, антиохийские, сказали, истинополи. Приехали другие. И они в шоке были. Им говорят, братья, мы уже посвящались, вас не дождавшись, посвящались, знаете, под дуракатом. Мы посвящались уже, все, и приняли решение, а что нам надо заседать? Вы ознакомьтесь, подпишитесь, ну и как бы банкет-фуршет и расстанем с друзьями. Даже при беглом осмотре этих решений за голову схватились и антиохийцы, и иерусалимы, и с Константинополя за голову не может быть. Да вы что? Вы что здесь позволяете себе вообще, братья? Да вы что? Беззаконники какие-то. Короче, африканцы в упор, говорят, Кирилл, этот, пройдох этот, африканский, говорит, нет, пересматривать, ничего не будем, что принято, то принято все. Вот это да. Ну ладно, отцы начали с нами в этом беззаконии, давайте проведем по новой заседания. Из африканцев большие единицы пришли на это собрание. Итогуешь так посмотреть. Значит, 26 июня, запомним, о чем я сейчас говорю, это было как раз с вечера 25 июня, и утром 26 июня начались заседания, то есть через несколько дней только лишь. Начались заседания, антиохийцы. Вот почему спешил, спешил вот этот самый Кирилл и, значит, Александрийский. Потому что он знал, что уже близко, скоро братья приедут, и надо без них быстрее решить все это. Провернут дело. Аферу такую, знаете ли? И антиохийцы, Иерусалимы и другие. Во главе этого собора 26 июня был Иоанн, патриарх антиохийский, который возглавлял, ну, понимаете, антиохийскую фракцию, группу богословов, ученых, священнослужителей. Метрополиты, священники, епископы, архиепископы с Антиохии, с Малой Азии присутствовали там. И, конечно же, решение 26 июня диаметрально противоположно 22 июня. Если 22 июня было заявлено, что можно молиться еще кому-то помимо Господа, в 26 июня протосинкел Анастасий, один из спикеров этой конференции, представитель патриарха Вселенского с Константинополя, заявил словами Павла, что если мы, или ангелы, а почему, потому что африканцы ссылались на, мол, явление ангелов в пустыне, которые утверждали, что можно молиться Марии, что являлся Мария, и ангелы говорили. И протосинкел Анастасий, он в своем выступлении заявил, что даже если ангелы, Павел подтверждает, с неба не то благовестие, которое вы приняли, будет анафема. Какие бы они красивые не были, эти ангелы, как бы они красивые не забивали, у нас есть вернейшее пророческое слово, и перед всем уже не к ангелам, к разным ангелам, знаете ли, скажу так, что есть Бог на небе, превыше всякого ангела, и мы должны, на самом деле, ангелы служебной духи, и они не могут нам указывать, как нам верить, они не могут диктовать нам условия веры, ни в коем разе, это не их функция, если какой ангел и взорвался, и пытается диктовать нам, мы скажем, пошел вон, во имя Иисуса Христа, потому что это падший ангел, и он может в виде ангела света прийти, его одежка ничего не значит, да, мы встретим по одежке, но мы проводим его, его дорожку, и, знаете вы, друзья, так вот, и, ну как допустим, Магомеду, да, явился ангел, который сказал, вот, все было не так, вообще забудь вообще, что к христианинам говорили, евреям, вообще все было не так вообще, что там Измаила хотели принести вообще, и что насчет, что якобы, насчет, не Исаакова, и что якобы, Иисуса не распинали на кресте вообще, он не умер на кресте вообще, забудь, скажи всем там своим там последователям, что Иисус даже не умирал на кресте, и что он не воскрес из мертвых, просто он вознесся на небо, он такой праведный, и все, чтобы, а если Христос не умер, и не воскрес, напрасно вообще все, вот тут ангел заливал, там наверно весь ад хохотал, а Магомед слушал, и не чтобы эти макароны со своих ушей сбросить, он еще и сам в это все поверил, благо жена там у него такая была, там не поверишь, так на кухне докажешь, что это был ангел, правильно, и сегодня миллиард людей, оболбанинах, исламской ложной пропагандой, до сих пор в эту ложь верят, что Иисус якобы не умирал, и не воскрес из мертвых, бред, друзья мои, сегодня время великих сражений, величайшего сражения в истории человечества, сегодня время, когда миллионы душ обращаются к Иисусу, кстати, в той же Африке, упомянутой, каждый год, по официальной статистике, которая предоставляется евангельским обществом в Америке, порядка 8 миллионов мусульман, каждый год принимают Иисуса Христа своим Господом Бога Спасителя, каждый год, только вдумайтесь, сегодня ложь падает, сегодня авторитет лжерелигии падает, рушится, и в самом христианстве пришло время, на самом деле, назвать правду, сказать, что ни в ком, кроме Иисуса, нет спасения. Хорошо, есть исторически еще такая экскурсия, 26 июня Собор принял диаметрально противоположное решение, вы скажете, ну и как же быть теперь, два решения, два диаметрально противоположных решения, антиохийцы заявили, что нет смысла менять веру, изменять христианство, что и апостолы, и первые христиане, вот уже 4 столетия иногда существовала христианская церковь, и молились только лишь так, зачем надо вводить это все, но африканцы настаивали на том, что у них откровение от Марии, спиритический опыт был, и ангелы, которые утверждали, что якобы, у вас все не так, что надо молиться все-таки Марии и другим святым, что они тоже, как бы, являются ходатайными посредниками. Хорошо, друзья мои, что было потом? Решение 22 июня и 26 июня, эти два решения легли на стол к императору, который взял на себя функции судьи, крайнего, он решал вопрос, во что же будут верить миллионы его подданных, и он решил, исход был решен уже заранее, предрешен, Дело в том, что африканцы за государственные деньги, не за свои кровные, за деньги царские, тысячами были перевезены в столицу. Всеночные факельные шествия они совершили по улицам Константинополя. Это было шоком. Для жителей, жители Константинополя были разделены во мнениях, просто-напросто. Одни говорили за, другие против, но прибывшие тысячи монахов всю ночь шествовавшись с пакелами по улицам города и восклицавшие, всю ночь оравшие, Пресвятая Богородица, спасай нас, Пресвятая Богородица, молите нас, Пресвятая Богородица, спаси нас. Часами орали они, эти дети пустыни, наводя ужас на жителей столицы. И на утро, ранним утром, император, выйдя к этой толпе оравших монахов, провозносил, что он после размышления принимает решение признать каноничным собор 22 июня. Толпа не ковала. Но это было начало конца. И фактически все участники 26 июня собора были репрессированы. Некоторые убиты, но большинство были просто-просто сосланы в ссылки. Или же на принудительные работы в Оазис-Нибис. Туда, на каменоломни были отправлены сотни епископов, митрополитов, архиепископов, священников, богословов в греческой церкви, которые отказались молиться Богородице, и которые отказались подписывать документы даже 22 июня собора. Патриарх не истории. О нем можно спорить за и против его богословия, но, как показали немецкие историки, однозначно, что большинство возведенных на него обвинений ложны. Просто-напросто. Когда нашли в одном из сирийских монастырей одну из рукописей, которую назвали лжем историей, то выяснилось, что большинство учений, которые ему приписывали, это вообще не его учения. Но это уже, скажу так, это вопрос уже лишь один Бог знает теперь уж точно. Информации очень мало сохранилось с того времени. Но даже прав или неправ был в истории, я не беру студить, но я зауважал его, когда узнал следующую информацию. Что его также сослали на Небесь, Оазис, и в качестве простого раба, как и сотни других там епископов, петрополитов, патриарха Иоанна Антиохийского тоже репрессировали. Кстати, он тоже отказался подписывать решение 22 июня. Очень немногие остались верны, значит, ну, вернее, очень немногие оказались неверны к Слову Божьему. Антиохийская школа богословия прекратила свое существование вообще практически в то время. В полном составе было репрессировано преподаватели, студенты, все богословы, там, священники выходцы с этой школы. Иерусалимская школа так 50 на 50 была репрессирована. Кто-то был оставлен, кто-то был, значит, казнен, кто-то был сослан, кто-то был выслан за пределы империи. И, кстати, это послужило толчком к евангелизации китайских народов, Казахстана и прочих регионов. Это гонение послужило даже во благо, как ни странно, значит, для просвещения, потому что ушедшие за пределы империи в ссылку, или же сами ушедшие, они начали миссию в этих регионах, в больших странах. Это отдельная история и она потрясающая. В библиотеке Конгресса США есть очень интересные материалы, которые не имеют аналога просто-напросто. Сегодня центр вот этой церкви Истарианской находится в Чикаго. И библиотека, главное, была переездена туда, в Америку. И сегодня будем так отсканировать эти материалы, с ними можно ознакомиться. Потрясающие вещи просто-напросто. Друзья мои, это достойно исследователей стало все. Так вот, и еще, чуть времени взаимовошло. Значит, патриарха Мистория обязывали подписать документы. И он, я не помню точно, но, если не ошибаюсь, 11 или 12 лет он прожил в качестве простого раба там на Каменоломне, в Оазисе Нибис. Самое интересное, каждый год предлагалось подписать, документ о признании Марии Богородицей. В случае подписания гарантировалось ему восстановление должности, его дворец вернуть, и жил бы на старости веков сыр маслом. Но он предпочел быть простым рабом, умереть там, и каждый год отказывался подписывать эти документы. И вслед за ним также поступили, смотря на мужество человека, и другие, сотни других епископов, метрополитов, архиепископов в церкви, отказавшись пересматривать эти решения. И никто из них не вернулся оттуда, с этой ковидологией. Они все там погибли. Кстати, сейчас там исламисты разгромили музей этот, но там был музей как раз не истории, посвящен был именно на месторианском, и вот именно спору этому как раз. Но сегодня тоже разгромленная, к сожалению, музей сам уничтожен фактически исламистыми фанатиками. Так вот, и еще что интересно, что было после того, что было после этого третьего вселенского собора. Споры, казалось бы, продолжились, но уже не в такой силе, конечно. Дело в том, что сотни епископов были репрессированы, и на их места поставили, как правило, неграмотных, невежественных монахов. И монашесство стало не только частью официальной церкви, но даже руководящую роль привлечу в церкви, и это послужило как раз вот именно таким роковым образом на окончательное смешание с физичеством христианской церкви. Толчком очень мощным, сильно, к сожалению, в эту сторону поткнули церковь. И, ну, дальше было вопрос лишь времени, появление других ересей, заблуждений в историческом христианстве. Слушайте, не слишком немного я вам такого нарассказал сегодня. Вы вмещаете еще? Хорошо, что вы такие добрые. Но скажу, что сегодня нам, христианам, приходится разгребать очень много мусора. чем на самом деле является Иерусалимский благодатный огонь. Ложью. Большой ложью. Как они это делают? Иерусалимский благодатный огонь. Да, вот очень интересный момент такой, да. Кстати, я сегодня не очень ласково упомянул Андрея Кураева, дьякона, значит, и назвал даже вот так довольно нелестно адвокатом дьявола. Он действительно очень много ересея распространял в эти годы, но я считаю, что не все потеряно с ним, и что, возможно, дьякон скоро будет проповедовать Евангелие с нами вместе. по крайней мере последний год-два он идет по пути уже ближе к Библии, все ближе к Иисусу, это очень хорошо и считаю. Мы молимся за Него, благоставляем Его во имя Иисуса Христа, я сам лично молюсь тоже за Него, за Его покаяние, Его бы энергию и давнирное русло. Это было прекрасно. В Евангелие русло. И знаете ли, что я зауважал его после того, как он первым в Русской Православной Церкви кто признал, что так называемый благодатный огонь это все ложь и фикция вообще. И это ничто вообще. Наверное, он единственный пока из священнослужителей кто в Русской Церкви Православной Московской Приорхаты кто официально это признал. Больше никто пока не делал никаких заявлений. Хотя я понимаю, на личном уровне многие священники с ним согласны и понимают, что это все ложь. Но боятся, видимо, за свои места, я не знаю. Но Кураев все-таки сказал слово. Хотя повторять ему отказался. Но дело в том, что просто-напросто в Иерусалиме в этом так называемом храме Гроба Господнего ужасающее название, на мой взгляд. Хуже название, ты думаешь, невозможно в христианстве вообще. Храм Гроба Господнего. Упаси, Господь, быть прихожанином храма Гроба Господнего. Бред. Уж лучше с годами там на кладбище кошек мучить по ночам. Чем, значит, быть прихожанином храма Гроба Господнего. Те хотя бы честные, хотя бы они в отклюбе все это делают. А это нам живой Бог нужен. Зачем нам Гроб нужен им вообще? Могила. Ужасно. Значит, скажу, что чудо, это якобы чудо, значит, в него верят в основном россияне и православные на территории бывшего безбожного Советского Союза. Другие православные по всему миру в это чудо не верят почему-то. Ну почему? Потому что этого чуда нет просто-напросто. Значит, каждый год русские туристы и паломники с ожогами попадают в клиники Израиля. Потому что наслушавшись этих сказок и насмотревшись состряпанные КГБ и российскими СМИ вот эти фильмы о якобы благодатном схождении огня начинают экспериментировать с огнем. Батюшки московские порой комментируют так все это. Мол, недостаток веры этих обожженных христиан. Но, судя по этим людям, я не сказал, что недостаток веры. Это очень фанатичные, как правило, монашки и паломники. Ну и просто туристы, конечно, тоже попадают с ожогами. Пытаюсь экспериментировать. Когда, кстати, разоблачали вот этот грязно составленный спецслужбами российскими и СМИ фильм о так называемом благодатном огне, просто-напросто в режиме реального времени вот этот эпизод знаменитый, его показывали одно время каждую пасху. Когда монашка какая-то там, или аня монашка одетая, она проводит медленно над огнем и огонь обжигает ее руку. Видели кадр этот? Когда в реальном времени этот кадр промотали, оказалось, она быстро. Быстро провела на самом деле. А все до того нормально показали. А в этот момент замедлили. Но так, что у зрителя возникает иллюзия, что якобы она медленно держит над огнем или проводит медленно над огнем и пламя не обжигает ее руку. То есть аферисты, чекисты и те, кто занимались вот этими созданиями фильма, просто-напросто пошли на наглую ложь, чтобы обманывать русских туристов и паломников. Вопрос даже больше кому это надо, кому это выгодно. Я расскажу еще более что по этому поводу. Но будем уже заканчивать как раз семинар. Эту часть сегодняшнюю, первую часть. Так вот. И почему не верят другие православные патриархи, допустим, они же через это об этом чуде так называемом. Наши СМИ и священники русские православные утверждают, что якобы патриарх Иерусалимский он принимает благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский, в общем, Андрей Кураев вопрос поднял. Сам патриарх Иерусалимский открещивается от подобных заявлений и он был вынужден сдать интервью по этому поводу, специальное интервью, заявляя, что такого не было никогда и нет и не будет. Чтобы якобы его обыскивают вообще, якобы он заходит туда, якобы огонь сходит в момент служения. Ничего такого нет даже близко. Патриарх Иерусалимский заявил, что это древняя традиция, древнее служение, но ничего общего с чудесным или как в смысле сверхъестественным не имеющая. Он объяснял это так, что как совершается в реальном времени на самом деле, по всему храму тушатся все свечи, все огни, эффект полной тьмы наступает, фактически полной тьмы. Но в Кулукли, в храме Гроба Господнего есть в Кулукли, алтарь, как бы так говорить проще, как каплычка такая внутри, там лампада оставляется, но она отворачивается, эффект полной тьмы наступает. Поется песнопение и в определенный момент отворачивается лопата, от нее зажигаются свечи, он выходит со свечами, приветствует людей и подает этот огонь, от него быстро поджигают. Это все отрепетировано столетиями обряд, традиция. И они называют его святым огнем, но не верят его сверхъестественность. Это естественный огонь, который напоминает Христов, но ни в коем разе никто не говорит, что это сверхъестественный огонь. Будьте здоровы! Их выжигаются все свечи. У туристов, наверное, в среди века, может быть, были, конечно, паломников, у некоторых понимание, что вот это сверхъестественный огонь, но ни в коем разе это не было. До революции не было такой веры в русской церкви тоже. Если были, то это были уделы, эта вера была уделом отдельных, может быть, старух, я не знаю, но неграмотных прихожан, но это не было позиции церкви. Потом, больше того, уже в советское время в русской церкви тоже не было таких учений, не было такой веры. Хотя в 60-е, 70-е годы были одни бабушки, такие старушки, были такие, некоторые, ну, на уровне сплетен, на уровне, знаете, вот таких вот, как в семинаре говорят, ОБС, одна бабушка сказала. Но это не было никогда верой церкви. И вот в 80-е годы, годы перестройки, вдруг возникает непонятная вера в сверхъестественный огонь, как ниоткуда вообще. Это откровенно провокация спецслужб советских и потом далеко идущая провокация. Потому как я думаю, что среди чекистов много есть и людей, и умных достаточно, понимавших, что союз на ладон дышит уже. И, в общем-то, ставка была уже на религию поставлена, это было уже очевидно во многом. И нужно было кое-что создать чудесное, которое со временем можно было бы и опровергнуть. Церковь была посажена на крючок. Не удивляйтесь, но многие иерархи были завербованными, а многие иерархи были внедренными конкретно в тело русской православной церкви для антирелигиозной работы. Это показали документы, обнародованные депутатской комиссии российского парламента в 1991-1992 годах. И лишь из всех разоблаченных вот этих засланных агентов лишь один публично покаялся после публикации российского парламента. Это был тайминский архиепископ Хризастон. Его интервью до сих пор в России запрещено. В прямом телеинтервью он признал факт достоверности вот этих всех обвинений и этих документов, что он был внедрен в РПЦ для антирелигиозной работы, но он объяснил свою позицию, что он покаялся давно уже в этом и отказался по сути сотрудничать с КГБ. По его словам, он давно уже не вел активной работы на спецслужбы советские и являлся более церковным деятелем, чем агентом КГБ. Когда спросили его а что же по поводу других агентов разоблаченных, включая Алексея Второго тогдашнего патриарха или Кирилла метрополита тогдашнего ныне патриарха московского, то этот иерарх, архиепископ заявил, что это вопрос веры каждого, то есть это вопрос их совести и пусть они сами дадут отчетки в ответ. Он не стал за них что-то говорить, он сказал лишь о себе самом и о своем прошлом, темном чекистском прошлом. Да, господа, дорогие братья и сестры, конечно, такая очень непростая тема, но вопрос, зачем это надо вообще, для чего это надо, зачем подвергать риску здоровья десятков, сотен, может даже туристов, баловников советских, российских и украинских, ведь многие попадают с ожогами, ну, как говорится, лес рубят и летят уже, потому что, на мой взгляд, сегодня идет очень даже уже неприкрываемая политика восстановления вот этого безбожного Советского Союза. Президент тогда Путин первых два срока своего президентства он объявлял несколько раз, ну, не ошибусь, скажу, если четыре или даже пять раз, обращаясь внутри к России, к народу, называл развал Советского Союза главной геополитической трагедии 20-го столетия. Цитата дословная. И курс своего правления, главный курс, это он не скрывал, и первый срок и второй срок это возрождение Советского Союза. Значит, некоторые люди считают, что возрождение невозможно, но согласно Слову Божьему я вижу, что возможно возрождение и возможно новая волна, вот возрождение земли северной, и очень даже скажу даже в большей мощи, чем было тогда при Союзе. И это пушечное мясо антихриста будет разрастаться на мой взгляд в очень большом объеме. Дело в том, что курс на православие, ставка на православие, она недолгая. Ну, я не политолог, но сужу так, что вероятнее всего скоро православная церковь будет не нужна кремлевским деятелям, а если нужна, то только лишь как одна из религий или одной из философий, одной из течений. Но далеко не главное. Сейчас больше ставка в России на ислам, чем на православие, по сути. Думаю, это никому не секрет тоже уже. По крайней мере, Россия единственная страна, где ислам не является государственной религией официально, которая признана Лигой Исламских Государств, и выступая в Лиге Исламских Государств, Путин на втором сроке своего президентства заявил, что Россия, цитата, почти дословная, является лидером исламского мира, всего исламского мира. И, в общем-то, думаю, многие мне секрет, кого спонсировал Кремль в советское время и кого спонсируют сегодня. Путин за два срока первого своего президентства послал вооружение больше в страны арабские, чем Советский Союз за все время своего существования. За два срока. Только вдумайтесь. И это очень серьезная тема. Мы живем в очень уникальное время. Я думаю, что тот фильм, что по книге Джона Хейгги это не бровь его глаз просто читаю. Хотя все может быть, я не говорю, что именно так и будет. Но возможно. И вероятнее всего исполнится страшное опять-таки в очередной раз исполнится страшное предречение Федора Михайловича Достоевского, который в последний год писал письма как оказалось чуть не пророческие, страшные вещи. Он писал своим друзьям. И Федор Михайлович написал свое размышление об истории русского народа. Он сам был русским человеком и всю жизнь он посвятил изучению души русского народа. И он заявил, что русский человек по природе свой атеист. И что если однажды атеизм как угроза миру он возникнет он будет именно среди русского народа. Не где-то еще а среди русского народа. И знаете он смотрел как в воду буквально смотрел. И Достоевский он при жизни своей часто считал что русский народ православный народ. Но в конце жизни он в этом разуверился и понял что русский народ по природе свой атеист. И он заявил что в этом же своем письме что православие народное православие русское это скорлупа скрывающая вот этот как раз сам атеизм, отрицание Бога. И это было ужасно. Я скажу, что это печально, что все так исполнилось, но атеистическая идеология, возможно, восстановится в ближайшее же время. Значит, в ближайшие годы, возможно, и такой поворот событий. И как сделать то, что в кратчайшие сроки, то, что сделали коммунисты в течение 20-30 лет, допустим, советской агитации, очень можно быстро, с помощью новых технологий, будем так говорить, состряпали ложное чудо схождения огня, и сегодня вера миллионов православных христиан напрямую зависит от факта ложного чуда, выдуманного спецслужбами. Завтра объяви во всеуслышание по телеканалам, что это ложь, и вера миллионов людей, десятков миллионов людей пошатнес. Значит, и основать будет не на чем свою веру. Фактически, да. И еще пару разоблачений достаточно, чтобы отвратить в очередной раз от церкви десятки миллионов российских подданных. Значит, и, в общем-то, то, что еще лет 10 назад казалось сказкой, сегодня уже это вполне реальные вещи. Значит, и, господа, скажу, что в интересах самой же православной церкви, в интересах самих же православных священников, покаяние сегодня. Как можно быстрее нам надо опередить чекистов и признать, что это ложное чудо, что мы клюнули на эту удочку чекистскую, но давайте будем строить веру свою не на вот этих вещах. Там чудеса, там... Леший бродит, русалый, на дверях сидит. Знаете ли, а на настоящем... Я помню, вот закончу таким примером сегодня, завтра продолжим в 6 часов. Так вот, я в Киев-Печерскую лавру приходил, когда еще можно мне было, когда еще мне пускали. Сегодня там в списках насчет, как бы, розшук. Да, прям на входе. Мне показали, я удивился. Казак мне отвел в сторону, к вам все нельзя, как нельзя? Да вы что, сколько раз приходил, можно было, сейчас нельзя. Ну, посмотрите, он не показывает там. Заходишь, не видно, а вот со стороны, где вот эти охранники стоят, там фотографии лицк недопускающихся, на тепер лавру. И нашелся фотографию свою, надо же, так интересно. Правда, не очень удачная фотография, но похоже. Похоже. Значит, и в общем-то, когда можно было еще заходить, я, значит, в один иногда братьев там показывал, студентов, допустим, библейского института Киевского, Иисуса Набина, института, других некоторых школ библейских. И так получилось, что однажды нас было очень много, и мы так, христиане, шумной толпой, знаете ли, прошлись, там, значит, там, значит, по этим лаврам. Значит, нет, мы вели себя прилично, но когда такое количество живых людей на территории мертвой лавры, это очень видно, конечно, даже косынки не прикрывали хрифматическую радость на лицах сестер. И, в общем-то, это надо было видеть, где была камера, когда была нужна, слушайте. Но, когда мы вышли уже из дальних пещер, все было понятно уже. Значит, я там в пещерах еще, акустика, представляете, я иду где-то в первых годах, и слышу там, халлилюя! Монах Филипп Пуганый стоит такой, вот он крестится. О, понял, бить будут. Слово Божье. Вот, ну, я предупреждал с этим братьям, что говорю, вы за воскресенье мощей не молитесь, там, они так поймут. Вот, значит, а там были ревности такие братья. А, значит, они покойниками достанут. Знаете, что? Ну, ладно. Ну, там такие, что, знаете, там вообще там, ладно, хорошие братья были, очень хорошие, я скажу так, многие из них сейчас пастырят, служители уже. И вот, значит, и, так вот, и мы вышли из дальних пещер и идем к себе, значит, так, многие там братья, там, сестры говорят, ну, надо же, вот это да, неужели это все в наши дни? Вот, и люди молятся всего этому, поклоняются, какой мрак, а? Вот, и это не где-то там, а в наши дни, когда космические корабли воротят прошло, даже все лезвие, на тебе, не может быть. Но пока не увидели, не поверили до конца, не прочувствовали все это. Ну, ладно, и идем, и вот на тебе, навстречу семинаристы идут, ну, видно, первый класс. Идут, и наши сестры комплективили, давай их ангелизируют, там, вы куда, братья, идете вообще, там же пещера, там мертвецы, и мертвец с косами стоят, да? Вот, они убеждали, как могли, что нужно молиться все-таки Богу, значит, Иисусу, а вы спасены сами-то, ну, куда вы идете вообще? Оно вам надо. Знаете ли, значит, и один из этих семинаристов, он как бы взял под инициативу, такой, видимо, лидер там, и он начал говорить, вот наша вера истинная, вы, видимо, сектанты какие-то заезжили, а вот мы, наша вера истинная, потому как у нас там на Пасху огонь сходит, вы знаете, его первый козырь, и это будущий батюшка, уже мозги промыты чем, а? Значит, второй, второй его козырь, у нас многие покойники не гниют, мол, вот это вера, хай Бог мыло такой веры. Значит, третий козырь, у нас дева плачет, Мария, слезы, по ком дева плачет, по ком слезы нет, непонятно, но первые два, это было самый-таки большой козырь его. Значит, и, знаете ли, и я пример привел этим братьям, говорю, я рассказал кое-что об одном из наших студентов, у меня было на сердце, я с ним как раз перед тем хорошо так познакомился, пообщались мы, он бывший наркоман из Мариуполя, который умирал от наркотиков, и не понарошку, а по правду, что он уже умирал, и вообще, там такое чудо, в его голове был кисель уже, так говорили медики, он не помнил эти месяцы, эти годы последние, потому что он потерял все, разум, значит, знаете, как растение было уже, значит, его в Мариуполе все знали там, во всех этих центрах, у него были все гепатиты, какие там, ну, несколько букв этих, значит, кости его гнили, кровь переливали, ему ничего не помогало, Андрей его зовут, значит, кто может знать, сейчас в Киеве живет служитель, значит, и, что интересно, значит, в голове кисель, то есть, мозг потерял форму свою, и вот, его кололи, потом он, заражение опять пошло, это большое крови, он стал большим злостом черным, вот так его описывают, перед тем, чтобы все с ним это произошло, его привезли к родственникам сдать, чтобы он умер, и они в больнице, тогда в Мариуполе очень много было смертей, и они решили развести, значит, этих, значит, людей, там, значит, по родственникам, но, понятное дело, родня там не открыла двери даже, разъясняли с медиками через дверь, а врачи что сделали, вот эти преступники в белых халатах, они просто что сделали, они взяли и этого человека на простыне возле мусорки бросили и уехала скорая, вот тебе и все, никому не нужен, кусок мяса просто валяется, растение было для экспериментов, значит, медиков в последние месяцы, а уже никому нет, отброс, просто отброс, просто возле мусорки, мусор, физический, да, так мусор, человеческий мусор, бросили на простыне и уехали, это история из реальной жизни, такого в кино не увидели, знаете, вот, чтобы в реальной жизни бывают, мне там потом мариупольские братья никто такие вещи рассказали, я просто за голову схватился просто вообще, чтобы в реальной жизни бывают, это ужасно, можно снимать, и вот, и, так вот, и его бросили там, он там стонал, бельме, он не может говорить по-человечески, в его голове его просто кисели и все, он не знает, кто он, откуда он и что он, и вот, и проходили братья и сестры с одной из харизматических церквей, даже с двух, по-моему, там свет миру и какая-то еще там, бывший наркоман, алкоголик и тунеядцы, там, значит, там, там много всего было, значит, Бог помиловал этих людей, они шли на какую-то там квартиру, бывшую варочную квартиру, где там покаялся народ, там, собирались на мариуполь, значит, и они увидели это тело возле мусорки, подобрали его и приволокли на квартиру, не чтобы отходную молитву читать по нему, а они пришли молиться за него, они сверхъестественно верили в его покаяние, хотя, какое там покаяние, бельме и все, и, знаете ли, что, и свершилось чудо, я вкратце скажу, человек вернулся, он стал понимать, что с ним происходит, он немного понял, что, кто он, он вспомнил кое-что, это уже невозможное было чудо, потому что в его клавиши сей, так вот, и он смог услышать Евангелие, как он смог услышать, но он смог услышать, он смог повторить какие-то молитвы, помолиться с ними, за него молились, и он не умер, в мариупольстве эти братья рассказывали, что у них не было веры даже в то, что он выживет, они просто говорили, что ты умираешь, но ты умри хотя бы по-человечески, покаясь, ну вот, и, знаете ли, что, а он не умирает, они там молятся, Бога славят, там, что-то еще, а он не умирает, лежит тебе, и все, они вот дальше рассказывают, что для тебя, друга, есть еще и еще другая новость хорошая, что Иисус не только грехи твои взял, а еще и ранами его исцелен, он должен молиться с ними, они за него молятся, я скажу так, через несколько месяцев этот брат пришел на своих двоих к медикам, которые бросили его возле мусорки за справкой, кино, младший медперсонал в обморок, так и кидат, значит, они, врачи не поверили, что тот самый, думали, он тот уже сгнил, уже давно уже в могиле, а это он на своих двоих пришел, значит, гепатитов нет, в голове не кисель, а мозг здоровый, при том формы, он прошел десятки комиссий, там над ним там изгалялись только так, значит, в Мариуполе, в Донецке, в Днепропетровске, по-моему, не то Харьков, не то еще какой-то город, а потом в Киеве, в Киеве были последние проверки, и там, значит, из 7 медиков только лишь один в Киеве, он сам в Западной Украине, вот профессор, вот единственное, кто сказал, что это от Бога точно, вот все остальные просто молчанием отнекивались, и все, тот профессор сказал ему, что молодой человек, вы идите в церковь, свечку поставьте, это точно Бог, это уже не может быть, чтобы это само собой образовалось, но в голове здоровый головной мозг, без следов, то есть невозможно, да, со спонтастикой, что они им сказали, невозможно, до того десятки проверок показывают, что в его голове мозг отсутствует уже, все, кисель просто, потерявшись в форме мозга, а здесь здоровая форма головного мозга, невозможно, он адекватно отвечает на все вопросы, проходил тесты, психологические тесты, невозможно, гепатитов не стало, куда они делись, кровь здоровая, кости гнилые, явно гнилые кости, на прежних исследованиях показали здоровые кости, здоровые суставы, невозможно, короче, вот это Андрей, он о себе еще кое-что рассказал, что я не знал даже, потом другие братья рассказали, семинаристы слушают, раскрыв рты, будущие батюшки православные впервые о живом Боге услышали вообще, это мы не проходили, это нам не задавали, но это живое, настоящее, правдочное, и знаете ли, говорю, у них такие вот, я вспоминаю, у этих ребят, будущих священников православного, такие красивые лица стали, когда они вот с живым Богом соприкоснулись, они от жизни услышали, это вам не там, не какие-то огни там на Пасху, или мощи не гниющие, или иконы плачущие, вообще-то бред полный, вот, а вот это живая Божья мудрость, да, живой Божий почерк, и я сказал этим семинаристам, говорю, братья, ну я взял Божью так уже, так, инициативу завершить это все, и слава Богу, они бы очень хорошо приняли это, я сказал, братья, говорю, если бы вот в храме я служу, допустим, и если бы в моем храме, каждое бы служение сходил бы огонь физический, сверхъестественно, как вы утверждаете, и если бы не только отдельно члены моей церкви после смерти не гнили бы, а была бы целая галерея там прихожан в моей церкви, мертвых, допустим, низнивших, допустим, там, проставление, там, значит, там, второго, третьего поколения, допустим, не знаю, там, значит, там, еще летом, много мощей, такая мощная церковь была бы, знаете, я сказал, что это все для меня было бы меньшим чудом, чем вот это одно, но живое, когда был мертв и ожил, пропадал и нашелся, у каждого из нас есть свой почерк, неповторимость, да, у Бога истинного, Бога Авраама, Исаака и Авраама, вспомним этих трех людей, о, без Бога там не обошлось, у Бога патриархов, у Бога пророков, у Бога, который просто-просто, мы в Библии об этом читаем, он живой Бог, сегодня также есть свой почерк, куда Бог приходит, там, жизнь и жизнь с избытком, а у врага, у садов, есть свой почерк, украсть, убить и погубить, его хлебом не корми, да, украсть, убить и погубить, но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу и Спасителю, друзья, поэтому встанем, завершим молитвой, время пришло нам помолиться Бога, поблагодарить за все, спасибо тебе Господь, Боже, благодарность тебе и хвала Господь, спасибо, ты настоящий, ты правдочный, спасибо, чудеса Твои, это истина, это Господь спасение, Боже, я благодарю Тебя, что сегодня грешники каются, больные исцеляются, мертвые воскрешают, Боже, всемогущие, прокаженные очищаются, Боже, благодарю Тебя, что сегодня ты тот же самый, что и вчера, и ты вовеке тот же самый, Боже, благодарю Тебя, Господь, Боже, спасибо, что сегодня я не мертвым служу Богам, спасибо, что сегодня я не кажу иконам и не поклоняюсь пощам, спасибо, что сегодня я не молюсь матери Твоей или апостолам, или пророкам, или кому-то еще, но Боже, взываю к Тебе, Господь, потому как верю, что един Бог и един посредник между Богом и нами, всеми людьми, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех нас, спасибо Тебе, Господь. Боже, из истории сегодня мы видели примеры некоторые страшные, ужасающие, но Боже, позволь нам взять правильные уроки для себя, не осуждать ни мертвых, ни живых, но нести сегодняшнему поколению Слово Твое. Боже, помоги нам, Господь, разрушать дела дьявола. Сегодня, здесь, сейчас, в Севастополе, в Крыму, в Украине, в других регионах стран, Бог святой, потому что узники врага этого террориста номер один во вселенной, они мучаются, угнетенные этим проклятием, но, Боже, пусть сеть будет раз только во имя Иисуса Христа, и пусть будут избавлены души во имя Иисуса. Боже, я прошу Тебя, Господь, пусть тысяча храмов во всей Руси, Боже, звучит Слово Твое. Пусть многие священники обратятся к вере, Господь, покорятся праведности Твоей. Не со своей праведностью, Господь, пытаются править царство, но, Господь, с Твоей праведностью, Боже, всемогущий. Я сегодня это покрыл спешком, Господь, здесь Севастополь, Боже, покрой, Господь, праведностью Твоей земли, в нашей войне Иисуса. Боже, всемогущий, всю непрестенность, нечистоту Господь, земли, прикрой, Господь, сейчас. Во имя Иисуса Христа, Боже, и пусть Господь в унах священников произойдет революции, Боже, перемена, реформация. Боже, пусть Господь, то, что Ты, Господь, Он хочет донести до людей, пусть оно будет донесено, Господь, пусть священство указывает на Тебя, Господь, Спасителя нашего. Во имя Иисуса, благодарю Тебя, Боже, всемогущий. Благодарю Тебя за всех присутствовавших, Господь, здесь сегодня, этим вечером. Прошу благослови нас распусти с миром, пусть Твой шалом будет в наших сердцах, Господь. Пусть в миноре нашего сердца не закончится елей милости Твоей, Господь. Пусть, Господь, огонь всегда светит нас. Пусть, Господь, до Твоего возвращения это будет, Господь, и когда поправите наши светильники, Боже, пусть, Господь, будет достаточно масла, Боже, во имя Иисуса Христа. Пусть не будет среди нас, Господь, неразумных, Боже, которые будут локти кусать и барабанить двери. Боже, пусть сейчас, сегодня, Господь, каждый из нас будет ответственным, Господь, верующим, Боже. Благодарю Тебя, Боже, всемогущий. Благодарю Тебя, Господь, пусть Ханука будет в нашей жизни, Господь, образом жизни, Господь, образом мышления, Боже, образом поступков наших, Господь. Благодарю тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь!